Всем привет, это YouWebDesign, с вами подкаст Суровый Веб. Сегодня 6 декабря 2016 года, выпуск номер 105. Привет всем. Время без 5.11 по Челябинску. Мы всё позже и позже начинаем наш светлый подкаст. Наш зимний подкаст. Как лучик солнца, который мы всё реже и реже этой зимой видим. Это наш первый зимний подкаст, кстати. Ну, раньше-то были, но другие зимы. Первый зимний 2016-то подкаст. Да. Я предлагаю его на сухую всунуть, прям сразу с дизайна, начать, как считаешь? Я предлагаю сначала рассказать про громкие темы. Точно, у нас же есть для вас несколько громких тем. Не учитесь программировать по стоковым фотографиям. Будущее интерфейсов это детская площадка. Блеск и нищета PHP. Погнали. Я думаю, дизайн, он как бы не то чтобы на сухую, а раз у нас зимний подкаст, это знаешь, как снежочком кинуть, таким красивым, дизайновым. Таким ха-ха-ха-ха-ха, в таких перчатках вязаных мы такие играем друг с другом, снежки там, вот это. Да-да-да. Знаешь, еще вроде в шапках, в свитерах, без курток даже, потом болеем просто с воспалением легких лежим, чего-чего-чего. Ну давай, и у нас, знаешь, вместо снежной бабы, снежный бабич. Опа, мы катаем его из шаров прям. Да. Он нам о своем, о девичьем, как любит, про микровзаимодействие. Так. О своем, о бабичьем, я бы даже сказал. Так вот, лучшие практики для микровзаимодействия. Именно он тогда написал вот ту супер статью про микровзаимодействие, которую мы уже обсуждали, где нам показывали вот эту анимацию с твиттерным сердечком. Так. Которую мы все прям помним и любим. Так вот, он продолжает нам рассказывать. Для тех, кто только подключился, нас критикуют за то, что мы не повторяемся, а прям каждый раз на вьё все выдаем, мы повторимся чуть-чуть. Микровзаимодействие – это такие незаметные моменты, которые крутятся вокруг достижения какой-то одной маленькой задачки. Знаешь, вот в рамках одной утилиты, так скажем. Так. Утилиты – это я напомню, опять же, для тех, кто вновь подключился в веб и вообще в программе. Утилиты – это программа, которая выполняет только одну задачу. Угу. Так вот, микровзаимодействия, они вот вокруг этой одной задачи сфокусированы, и они нас направляют. Нет, классический пример микровзаимодействия – это же сердечко в Твиттере, когда лайкаешь. Да, да, я уже это сказал, пока ты стойку поправлял. Ты, видимо, её поправлял и немного не отображал. У меня занят процессор был полностью. Да, 100%. Бездействие системы, возможно, назывался процессор, как в XP. Так вот, есть несколько примеров. Первое – это подтвердить, что… Айтем, хотел сказать. Предмет добавлен в корзину. Ну, знаешь, корзинка так, хоп, подёрнулась, и надпись, типа, плюс один у вас в корзине. Плюс один айтем. Плюс один айтем, да. Плюс один айк, Брэндон. Так вот, pull to refresh. Вот это вот микровзаимодействие, когда ты подтянем-потянем, вытянуть не можем, как новый твит в Твиттере. И интерфейсная анимация, которая подтверждает какое-либо действие. Например, toggle button, и он там как-нибудь, хоп, подпрыгивает или пульсирует, и всё. Каждый из этих микромоментов – это вот микровзаимодействие. И основная их цель – это сделать взаимодействие менее машинным и более человечным. Вау. Не только само взаимодействие, но и весь интерфейс в целом. Ты имеешь в виду, чтобы как бы это как будто шлепок по попе был такой? Да, что во-во-во-во-во. Вот такие вот. Ну или пум, одна такая волна, как пружинка. И когда маленькая, когда попа ты имеешь в виду. Когда просто орех, я в этом смысле. Так вот, в этой статье Ник рассказывает нам про пять полезных техник для взаимодействия. Первое. Должны мы сделать цикл привычки. Habit Loop. Мне почему-то знаешь Habit Loop с Алисой в Стране Чудес. Там вот Rabbit Hole, а здесь Habit Loop. Ну просто вот такая ассоциация возникла, не имеет никакого отношения к тому, что здесь написано. У микровзаимодействия есть такая сила, так скажем, вдохновлять пользователей, чтобы все-таки они взаимодействовали. Вот если бы не микровзаимодействие, они бы этого не делали. Классическое, не классическое, точнее, сначала объяснение теоретическое. Вот есть Q, то есть подсказка. Routine, то есть само дело. То есть подсказка нам показывает, что можно сделать дело. А потом reward гулять смело. Ага. И самый обычный пример это бедж в фейсбуке вот с цифркой 1 у сообщений. Он настолько нам подсказкой является о том, что надо нажать на сообщение и проверить. А потом у нас reward, то есть мы чатимся. И чем сильнее reward, тем больше у нас эта привычка рождается. И потом мы на самом деле уже даже без вот этой единички будем все время проверять сообщение. Вдруг нам написано. Так что вот так. Подожди, подожди. Это ты сказал, то есть есть мотивация у пользователя нажать, да? Да. То есть именно за счет этой микровзаимодействия мы формируем эту мотивацию. И потом даже ее уберут, а мотивация останется. Уже будет рефлект у собаки Павлова. Как цирк уехал, а клоуны остались еще. Вот да. Так, хорошо. Микровзаимодействие уехало, а мотивация осталась. И здесь подсказка, что награды, они подпитывают мотивацию. Питают ее. Fuel. Как топливо. Топят за мотивацию. Ладно. Вторая техника. Извините, экнул. Мы стараемся не экать в нашем подкасте. Вот да. String together with a theme. Должно быть все по теме. Вот так я это по-русски скажу. Continuity. Продолжительность. Каждое микровзаимодействие является частью чего-то целого. То есть мы в данном случае, у нас менюшечка перетекает в другую, а другая менюшечка совпадает с дизайном остального сайта. И мы как бы сказать, вау, все в рамках едино. Я могу привести более канонический пример подобной менюшечки, которая изменяет цвет в зависимости от той секции, на которую мы скролли. Вот это continuity полное. Continuity. Кроме этого, мне нравится, как у них логотип делает вещи. Да, он сдвигает ноги. Да, да. Он прям стесняется. Чтобы вот не все знали, что иджитал там у него есть внутри вот этого ДТВ. Потому что да, преддиктабилити, предсказуемость. Мы должны, в принципе, понимать, что некоторые взаимодействия будут означать и вообще, что некоторые взаимодействия будут. Например, когда мы ставим гавочку, мы ожидаем, что она красиво поставится. А вот здесь, где процентики у нас, мы заполняем форму. И мы понимаем, что когда-то у нас 50% дойдет и до 100. И чем больше преддиктабилити, то есть предсказуемость, тем больше мы это ожидаем. И тем больше у нас reward потом и habit. Мы прям хотим до соточки ее догнать, потому что, блин, круть будет в конце. Соточка. Ну да. Как наш подкаст примерно. Используем анимированный фидбэк. Это третий. И здесь обычная анимация загрузки. И, ну, нам Ник рассказывает, что она помогает нам скрыть от пользователей вот этот вот момент загрузки. Они вот думают, ну, крутится и прикольно. Они всегда следят, что там крутится что-то. И не замечают, что у них загрузка на самом деле идет. Если бы просто они залипли на часики, то они были бы раздражены. А так они не раздражены, а наоборот, delight полный. Ну да, согласен с ним. Кроме этого, delightful animations, они... То есть, как бы это... Просто красивые. Ну, видимо, великолепные. Вау. Великолепные анимации, они делают микро-заменские более веселыми. И заставляют делать нас это снова и снова. Именно не в смысле привычки, а в смысле, что нам просто нравится. Блин, прикольно, булькает. Да, еще раз нажму. Я хотел сказать про ачивку в Вове, но это немножко не то. Да, это, конечно, микро-взаимодействие, но тут скорее она просто про... Давай попробуем подобрать. Ой, у меня сайт забаховал. Слишком много гифок. Но я согласен, что это приятно, в принципе. Делайфл полный. Там континуете. Ты понимаешь, что за каждое какое-то действие будет опять... О, блин, круть, круть, круть. Да, да. Так вот, я как-то слишком много эмоций в этот раз. Ну ладно, черту серьезности. Я выспался сегодня. Поэтому можно ей мацы чуть-чуть накатить. Но это был третий пункт, сейчас четвертый. Да, в конце третьего пункта важно помнить, что должны быть это. Вот подумайте, на сотый раз не надоест ли это микро-взаимодействие. То есть с фановостью надо не переборщать, а то потом опротивит. Должна быть всегда легкая такая загадка, как в девушке. Представляешь, если кому-то опротивит лайки ставить. Ой, я больше не буду. Не, ну а вдруг там долго это сердечко будет дрыгаться как-нибудь. И прям оно, знаешь, по какому-нибудь такому нарочитому паттерну будет двигаться, что ты его уже выучишь. Ты уже мысленно будешь... Оно у тебя мысленно дрыгать тебя будет. И прям ты спать будешь хреново потом, как после Вьетнама. Вернулся и тебе снится только это сердечко. Нахрен надо. Согласен. Use Humor. Четвертое. Используйте юмор в своих микро-взаимодействиях. Здесь классический пример с MailChimp. Мы уже приводили. Там типа обезьянка хочет нажать на кнопку, и у нее аж пот начинает течь. Типа так долго ты не жмешь. Это круто. Ты такой прям, блин-блин, да, надо походу нажать. Между прочим, кто не знает, MailChimp это специальный сервис для отсылки почты. Для отсылки на трипу. Да. Ну вообще нет. Ух ты, как у меня громко-то сообщение приходит. Не надо так. Use a human voice. Нужно более человечно это делать. То есть вот пот. У людей же только пот течет. И прям человек слушает, что это не машина бездушная. Ему говорят, нажми кнопку и купи. Нет, это люди за этой машиной бездушной. Тоже бездушные. Говорят, купи. Пятое. Избегайте нежелательных взаимодействий. Ну здесь, короче, не переборщай, это называется. Надо знать меру. И здесь куча взаимодействий, что все прыгает, булькает каждый раз, когда ты скролишь. И не каждый раз бы это надо. Такое чувство, что это World of Goo уже. Да, да. Была такая игра. В 2011. Да, она есть на айпадах, сейчас все играют. Так она и тогда была на айпадах. Уже никто не играет. Уже все cool kids играют или в World of Goo 3. Или какой-нибудь Uncharted просто. Что там сейчас? Watch Dogs. Dishonored. Да. Используйте Kiss Principle. Keep it simple. Stupid. Короче говоря, да. Ну. Значит, ты все рассказал, да. А я вот сейчас такой, оп. А где этот бабич мобильное что-то усмарил? Он же у нас мобильный. Pool to Refresh. Такого нет на достопе. Опа. Как я тебя покрыл. Согласен. Козырем. Джокером прям. С бабичем в костюмчике. Интересно, он красный или черный? У него, я боюсь, шестерка скорее всего. Причем пик. Не знаю. А, я знаю, почему пик. Потому что пики точеные. Или буби драченые. Ладно. Так. Наше мнение, Никита, по этому поводу. Ты знаешь, бабич в этот раз достаточно занимательную нарисовал нам статью. Как арифметика. Занимательная. Мне даже понравилось. Я согласен. Микро-взаимодействие это всегда win. Это прям вот всегда как про... Я не знаю. Как про хороший виски. Про него можно слушать бесконечно. Вот так же и про микро-взаимодействие. Да. Да. И у нас сейчас еще одна статья в дизайне. MediaSkong. Ее, между прочим, предложила нам Вианна. Да. Мы теперь говорим, кто нам предлагает новости. Если вдруг нам их кто-то предлагает. Спасибо всем, кто предлагает их. У нас на сайте, кстати, есть в сайт-баре указания на то, что мы можем предлагать тему. Единственное, что знаешь, что мы с тобой говорим про... Вот говорим имя там, да? А как бы... И чё? Все такие, ну и чё, что Вианна? А кто это? Ну, слушай, а мы должны на FindFace ее загрузить? Я так тебе это еще говорю, как будто наша старая знакомая, ну, Вианна, короче, предложила. А, ну да, она же еще в тот раз что-то крутое предлагала. Нет, это для нас неизвестный человек. Да. Кто-то, да. Ну вот, тем не менее, предложила Вианна, давай. Так вот, будущее как детская площадка. Я здесь сразу вспомнил шутку из клиники. Ты как детская горка, в смысле? В смысле неприкольная. Или как... А, в смысле не круто. Да. Черт, я даже тут умудрился налажать. Когда готовился, прям отточил эту шутку мысленно, проговорил, поржал три раза. Ну и что, и все-таки будущее как детская площадка в смысле неприкольная? Или в смысле почему? В смысле дерьмовая, к сожалению. Ну, как бы сказать, как к этому относиться, смотря? Слушай. Интерфейсы все меньше напоминают фантастические фильмы и все больше мультики. Так, например, выглядит Имзи. Здесь в скрин. И здесь, как бы сказать, как шапка у Твиттера. Динозаврик такой, доска пробковая и кнопка Тип с долларом. Ня-ня-ня-ня-ня. Доллар. Ну, окей. Доллар. Ну, так незаметно для тебя. Ты вроде в песочице, а тебе доллар. Доллар. Тип. Тип. Новая модная соцсеть сообщества, вся стилистика которой основана на удобром динозаврике. Имзи основан вице-президентом по продуктам от Reddit. Я думал просто президентом Трампом. Да, тоже неплохо. Предназначен для сообществ по интересам и только что получил 8 миллионов инвестиций первого раунда. Вот, чуваки, бабки грибут. Всего лишь динозаврика надо сделать. Миллионов инвестиций. Они какие-то приблотненные. Это из собственной... Ну, хотя видишь же, вице-президент по продуктам Reddit. Ему вся прикинтовка дала по 8 миллионов. Прямо вот в курилке, не задумываясь. Он просто... Это тебе первый раунд, короче. Он просто тему создал на Reddit и ему накидали. Вот, да. Вот именно. Ничего особенно детского в нем нет. Напротив, в Emzy можно заплатить живыми деньгами любыми пользователями на любой коммент. При желании с комиссией для сервиса. Можно комиссию даже отменить при желании. Угу. Это все. Чем, собственно, сервис занимается, непонятно. Но как бы нам и насрать. Динозаври главное. Facebook использует стикеры с медвежонком. Или кто это в рекламе продукт? Можно сразу сказать, что у ВК тоже есть собачка ВК. ВК-даг. Но это же как называется? Маскот. Это называется... Этот, как его? Талисман. Да, маскоты эти вот самые. И вот они имеют в виду, что... Не, подожди. Она имеет в виду, что, может быть, наверное, маскоты могут быть серьезными. Например. Да, там угрюмый какой-нибудь дядька должен быть злой. Да. Вот. Какой-нибудь программист бородатый. А тут везде какие-то вот плюшевые эти. Да, тут ня-ня-ня. Имзи. Так, ну давай дальше. Есть даже теория, что Google нарочно придумал самоуправляемым машинам детский вид, чтобы люди не чувствовали в них угрозы. Это страшно. И здесь прямо она такая, как будто из картона сделали. Она такая ня-ня-ня, как электроника. В ней, по-моему, даже менее безопасно ездить, чем на байке. В ней, в принципе, менее безопасно ездить, чем под поезд лечь. Я не знаю. Это был с видос какой-то. Сюда же можно отнести и новые очки Snap. Помнишь, мы их с тобой обозревали? Я для наших зрителей напомню. Слушатели, просто вспомните. Там такие круглые очки с камерами. Ну, реально, Диснейленд. Да, полный Диснейленд, как у Микки Мауса ушки. Только тут глазки. Так вот, если Google Glasses напоминали о Терминаторе, то эти скорее о Диснейленде. Характерно, что добрыми и детскими выглядят сервисы, которые занимаются чем-то страшным. Искусственным интеллектом. Чат-боты тоже стараются выглядеть милыми. Замены людей на роботов. Съемка всего вокруг на камеру или онлайн общением людей, что может быть страшнее. Будущее выглядит настолько угрожающим, что интерфейс всячески старается подчеркнуть, что он на вашей стороне. Часто обращаясь к вашему внутреннему шестилетке. Теоники, это есть внутренняя шестилетка или только шестерка внутри? Или это у бабича? Слушай, 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 я сейчас знаю, что раскусил. Что? Если зайти на сайт такой abc.xyz, вот ты зайди. Ну я помню, это алфабет учредителя Google. Да, да. И ты у них увидишь, что у них тоже все детское. Корпорация добра, потому что. Да, да, да. А ты сейчас сам просто это вспомнил, загуглил и зашел? Я просто вспомнил, что у них что-то детское и зашел. Неожиданно. Снег только детское, я посмотрел на сайте. И здесь смотри, как достигается. Если вдруг мы хотим уже взывать, и вы, наши уважаемые подписчики, к чужим внутренним шестилеткам. Ну-ка. Есть три правила детской площадки, как у бойцовского клуба. А сколько у бойцовского клуба было правил? Не помню, тысячи. Напоминаю, мы не экаем в нашем подкасте. Загугли, пожалуйста, сколько в бойцовском клубе было правил. Я честно, я признаюсь на всю страну нашу честную. Не только нашу. И не только на честную, на нечестную одну страну еще признаюсь. Три правила, да? Ну все правильно. Я не читал и не смотрел кинцо. И поланик я не читал. Я все и то, и другое, но не помню уже нихрена. Ну, как обычно, не говорить о бойцовском клубе. Потом опять не говорить никому. И третье то же самое. Ну, то есть такое. Ну, а здесь нет. Здесь все-таки три разных правила. Первое. Все равны, все друзья, все готовы помочь. Сам сервис такой же друг, только еще и необычный, со сверхспособностями, как герой любимого мультика. Конечно, он всегда придет на помощь. Там, кстати, написано, что в детском саду еще не важно, у кого из деток папа на Мерседесе, а кого на Бентли. Но они еще все равны, просто в песочнице играли. Но везде кнопка тип, тип. Везде, да, с доллара. Доллар. Все поправимо и обратимо. Это вот в таких дружелюбных сервисах. Даже если ты все удалил, мы тебя восстановим. Главное тип, доллар. Опять же, сделай все. Здесь, кстати, еще смешно, что известно, что дети и подростки быстро исследуют интерфейсы, просто нажимая на все кнопки подряд. Это к вопросу о, знаешь, взрослых, которые приходят. Блин, детям так легко все дается. Как они? Они просто жмут все, потому что они ответственности не боятся. Они не ответственны. В этом ключ. И здесь в скобках шутка. Иначе освоить снапчат невозможно, мне кажется. Иначе как не нажимаю все кнопки подряд. Так что вот так вот. Жизнь, третье правило, состоит из наград и радостей. Здесь то, о чем мы неоднократно говорили в суровом вебе. Каждая новая возможность, еще один повод для радости, исследования и узнавания, словно новая серия мультсериала. Везде геймификация, награды. Везде прямой конкуренции нет. Нету там лидерборда на Трихаусе, например. Чуваки, которые больше всего очков набрали. Хотя, по-моему, там есть лидерборд, но он, видимо, скрыт. Чтобы, не дай бог, никто случайно на него не набрел, и не видел, что он на 1500-500. Здесь сразу вспоминаем историю, как нам в Америке рассказывали дядьки суровые, что вот молодежь нынче не та. Что даже в школе ты вот в футбол пошел играть, и тебе даже за 16 место дают медаль. Нет, что просто сказать, ты чмо, ты плохо играешь, говно, иди тренируйся дальше, а то тебе тёлки не дадут. А тебе даже за 16 место дают куба, говорят, да, ты молодец, да и главное не победа, главное участие. Суть-то какая? У меня знаешь, какие две мысли родилось, пока ты говорил? Хорошо, хотя бы две родилось. Да, потому что... Как две извилины. Суть в том, что, во-первых, если мы делаем из нашего пользователя шестилетку, то не стоит забывать, что он может просто обделаться на вашем сайте. Нормально, как некоторые у нас комментарии. А вторая у меня мысль родилась, что, ну смотри, если мы можем пользователя к 6 годам отправлять, мы же можем его возвращать, допустим, к 13 годам, чтобы он был там с чёлкой ходил, с эмо-чёлкой. Это когда фиолетовый используешь на дизайне сайтов и тёлок голых, с чёрными волосами. Да, чтобы тебя 2007-й вернуть, реально. Ну да. То есть можно. Это твоя какая-то цель преследующая. Там, понимаешь, если ты будешь возвращать 2007-й, нигде не сделать тип сделать, доллар. Потому что там ты... Там бунтарь. Монконформист, да, бунтарь, и никаких денег, всё говно. Да, к сожалению, да. А вот шестилетку он просто обосрётся, но бабки заплатит. Конечно, чтобы ты его вытер сам, понимаешь? Сопливчиком вытер, причём именно жопу сопливчиком. Ладно. Или не переходим? Тут, видишь, здесь вывод небольшой. Конклюжн давай. Да, о том, что некоторым ветеранам интернета, выросшим в атмосфере, это интернет здесь и послать могут. Такой подход кажется странным. Но для развития сообщества продуктов, ориентированных на большую аудиторию, это любопытная и важная идея. Детскость и игрушечность цены здесь не только сами по себе, сколько как сильная атмосфера... Тьфу, господи. Сильная метафора безопасности. Я вот тоже хотел сказать, что это притерно слишком выглядят. Но видишь, опять же, кто-то там нам в комментариях, писал, вспоминал... Вспоминал. Как мы говорили, что надо укрыть пледом и напоить какао. Вот это и все отсюда же. Меня, честно говоря, вот этот козел, который в фейсбуке вылазит, вообще не наливает плед мне. И не вытирает, и не накрывает какао. Мишка вода? Ну, слушай, у меня вот в фейсбуке вообще ничего не вылазит. Это лечится, возможно, но как-то да, не сталкивался. Понижая агрессивность среды любыми способами, мы отпугиваем часть из одного вот этого процента, чуваков, которые это интернет здесь и послать могут. Зато можем сделать активнее остальных 99%. Ну, которые обосруются. И финальная фраза. Эпоха суровых первооткрывателей в интернете закончена. Настало время сделать его пространством для всех. Здесь по этим... По припеву из песни от Red Funk Wireless So come, подчинись. Вау. Как бы... Она тоже так... Не она, она. Он, Михаил Калашников это написал. Он тоже так няняшно нам об этом сказал. Вы как бы это, чуваки, давайте уже делаем... Ну, почему? С песочницей. А у нас разработка начинается. И разработка начинается с нашего классического раздела, который называется «Умные обезьяны». Да. Я случайно зашел не к нам, а к ним. На youbdesign.ru slash smarttape, конечно же. Мы вас приглашаем, уважаемые подписчики. Потратьте время. Попробуйте гениальный хостинг. Просто лучший в своем роде. То есть вроде дешевых хостингов. Я просто, знаешь, что хотел еще сказать? Что раз зима уже, раз уже 6 декабря на часах. Раз мы с... И скоро год петуха. Если вам как-то вы не знали. Я хочу сказать, что это, возможно, год умной обезьяны. Если вам стремно быть петухом. Согласен. Выбирайте. У вас два варианта. Или год smarttape, или год петуха. Поэтому да. Youbdesign.ru slash smarttape. Наши реферальные ссылки. Спасибо. Следующая тема из... Не, точнее, не следующая. Просто первая тема из разработки у нас такая. Уволен из-за того, что слишком большой ХС. То есть Hearthstone. Да. Тут история на workplace.stakexchange.com. Это моя тема или твоя? Твоя. Я прочитал, просто вдруг твоя. Второй подкаст меня уже посещает. Такие мысли. А вдруг это Никитина тема? Ты шестилетку-то не превращайся. Я к твоему шестилетке. Да, да, моя, моя. Не, суть-то какая? Суть-то в том, что, я так понимаю, стакк-эксчендж это такая хренатень, где тоже все задают вопросы постоянно. Да, да. Как на стакк-оверфлоу. Это, ну, тот же двиган. Да. Просто тут workplace стакк-эксчендж. И это вопросы практически по... Это отдел кадров. Вопросы к отделу кадров. И вот есть вопрос. Давай. Меня говорит... Заголовок. Меня уволили, потому что мои навыки слишком высокие. Высокие относительно моих каворкеров. То есть хэс это хай скилл. Хэс это хай скилл, конечно. Для тех, кто вновь подключился. Хай высокий скилл навык. Я работал, говорит, 5 месяцев на большую французскую компанию, которая делает крутые вещи. На Юбисофт. Возможно. Может быть даже на Активижн, они тоже французы, к сожалению. Хорошие продукты делали с трендовыми методологиями. Я вот от внутреннего каворкера, от коллеги своего, технического эксперта, узнал, что, скорее всего, меня уволят. Потому что слишком большой разрыв. Между мной и другими разработчиками. Давай, говорит, это. А он не сказал, что ему менеджер командный говорит. А что у Мика действительно такой крутой и понятный код? И тот же говорит, да, он понятный. Но только если ты очень крутой. Если у тебя, в принципе, большой навык. Потому что компоненты очень круто декомпозированы. И хрен поймешь еще, как, что, куда. Тим менеджер такой спрашивает. Подожди. Но он хотя бы реально настолько крут, каким притворяется? Мик в смысле. Блин, стопудово. Да. Я иногда его код даже просто использую дома, чтобы учить Node.js. И TypeScript. Охренеть. И Team Manager говорит, блин, ну это полное дерьмо. Представляешь, в команде, если никто не понимает его кода, то нахрен он нам нужен такой в команде. Я здесь просто вот такой мини-черту, если подводить. Team Manager, он, понимаешь, за свою тему топит. Ты коричневую черту подводишь? Ему лишь бы, понимаешь, сделать свою работу. Не только сделать свою работу. А видишь, еще он говорит, мы, говорит, не можем зависеть от него. То есть, видишь, он Team Building делает полный. Ему не надо, чтобы один козел там делал охрененный код, писал. Даже не потому, что он подсидит вот этого Team Manager, а потому, что будет зависеть от него. А здесь все должны быть универсальные солдаты. Любого выведет за ними. Причем хреновые. Естественно. Что в пятку себе стреляли. Вот именно. И говорит, я разочарован. Сомневаюсь я, говорит, что причина. Но я нашел такую-то статью. И там статья про менеджмент. Мы не будем ее открывать. Открывать мы ее, конечно, не будем. Да, статья, конечно, хорошая. Открывать мы ее не будем. Но там о том, что прям навыки для менеджеров. Что не нужен незаменимый сотрудник. Нужны заменимые. И типа это основа хорошей компании. Ну, это логично. Ну, как бы вот, я не знаю, насколько это. Я не считаю, что, знаешь, что? Я не считаю, что его нужно увольнять. Вот это да. То есть логично, что команда должна быть на одном скиле. Но я не считаю, что такого чувака нужно увольнять. Хорошо, а что тогда ему сделать? А поить его уколами, чтобы он оттупел? Крупная компания французская. Вы просто, есть такие отделы research and development. Ты посади туда, он тебе сделает какую-нибудь божественную вещь, придумает. И ты будешь с его алгоритмом потом жить вообще, там, деньги зарабатывать. Что он должен с этим... А вдруг он там станет незаменимым? Ну и ладно. Он там один будет копать что-нибудь, делать какую-нибудь хрень. Ну, как бы, это такое. Ну, окей, давай дальше. А ты, Никита, пиши статью про менеджмент мифс. О том, куда запускать таких чуваков, как в космос. Но вообще, говорит, я, говорит, третий раз уже меня так увольняет. Так он, может, просто дурак какой-нибудь. Это, говорит, не шутка. Я, говорит, просто не хочу, чтобы это четвертый раз произошли. Потому что, я, говорит, это impacting me mentally. У меня, говорит, проникновение ментальное случится. Это понятно, что у меня проникновение. Глубое. Не, мне знаешь, что интересно? А он может... Вообще такие люди, которые вот так думают, Скорее всего, уже не могут себе сделать специально, нарочно, лоу-скилл. Естественно, естественно. У него уже мозг так не работает. Тут дальше лучше. И как же, говорит, мне этого избежать? Я, говорит, не то чтобы заносчиво. Я просто хочу делиться знаниями. Я, знаешь, он ходит по кабинету. Че ты дурак, а? Че тут не так надо было делать? Ты посмотри у меня вон дома. Посмотри мой код. Поучись на OGS. А, да. Он, возможно, так делал. Ну, ладно. Апдейт здесь. Он пишет. Я, говорит, так много мне ответов пришло, Что я должен, как бы, работать в команде, а не для себя. Практически делать лоу-скилл. Но я, говорит, просто скажу, что меня когда-то нанимали, Меня, вообще-то, одного посадить хотели. И, говорит, вообще-то, меня, собственно, и поставили туда, Потому что команда у команды LS, И они должны были на мне поучиться. Еще, знаешь, смотри, какой вариант. Я думаю, что если ты очень умный чувак, вот как он, Так, ты наверняка можешь адаптировать свой код для команды. Вот наверняка можешь. Ну, да, ты пишешь его там четко, круто. Но ты можешь как-то... Видишь, задача такой не стояла, как он утверждает. Ну, понятно. Потому что дальше еще лучше. Вообще, говорит, я просто сидел в отдельном практически кабинете и работал. И случайно команда посмотрела просто из любопытства на мой код около пяти минут. И сразу пошли к менеджеру. И настучали пошли. То есть, просто его слили по хуе. Все позавидовали сразу. Ух ты, блин, нет. Кажется, хороший. Такие выскочки нам не нужны. Чувак приносил еду даже в контейнерах. Наверное, жал из кабинета, не выходил вообще, чтобы не сталкиваться ни с кем. И все. Ну, и тут, конечно, много ответов ему пришло. И он один из них пометил как решение. А на таких, как бы, в отделе кадров есть люди, которые помечают как решение ответы. Так, ну... И он пишет, что пора, говорит, меняться. В смысле, это ему ответ уже пишут, да? Да, да. Здесь на самом деле... Там большая, лонг ритм, отвечают. Да, я не буду его весь читать. Тут ответ просто очень пространный и большой. Он прям по одной строчке говорит. И говорит, вот видишь, ты уже хочешь, типа, измениться и попробовать. Так ты прям прикинь просто к носу. Подведи к носу, хэ. И, как бы, подумай, что мне сделать, чтобы вот так не было. Более мейнстримово, коть. Просто, понимаешь, такой ответ, как будто ему психолог отвечал. Отвечает психолог Михаил. А сейчас я посмотрю, как зовут этого психолога. Эр-Эр-Джей Фальконер. Фальконер? Это редакторы. А отвечал Корт Амон какой-то. Ну, ладно. Ну, короче говоря, да. Он здесь ему... Можете просмотреть его ответ. Он в крайнем... Вкратце он говорил, что у меня, говорит, так же было. Я пришел суперкрутым в С++. Я, говорит, мог лечить рак шаблонным метапрограммированием в С++. Отлично. Все остальные едва ли знали ООП. Такие метафоры я еще не слышал про лечить рак. Ну, так... А такие и бывают. Но, говорит, я начал как-то это. Показывать, насколько удивительны эти вещи. Я пошел на контакт с людьми. Вот. Практически собрал всех вокруг себя. Ребятки. Вот, вот. Вот это тоже тема. Он сидел, опять же, закрыл себе задницу. Сидел. Ни хрена ничего не говорил никому. Написал охрененно. Ну, и нахрен ты кому нужен? Возможно, за его спиной шептались. Он умышленно не замечал это. Да, да. Нет, ему... Может быть, даже ему, типа, говорили, а что у тебя там спецом? Типа, что, 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 как? Он говорит, ну, вот у меня кот. Я просто... Вот я крутой. Вот я крутой. А ты еще крутой. Ты покажи свой мне. Нет, да все, пошел. Да, да, да. Че ко мне пришел? Вот так. Да, да. То есть, коммуникабельным еще надо? А есть... Вот то, что ты называешь коммуникабельным, по-английски называется soft skills. Мягкие навыки. Как софт-эротика. Да. И вот именно с этих скиллов стоит начать, когда уже знаешь все. Он может лечить рак с и плюс-плюсом. Иди и получи софт-скиллы. То есть, есть что поучиться? Поучись общаться с людьми и тимбилдингу твоему. Именно твоему. Да. Который ты вот сказал. Я согласен, согласен. Потому что еще здесь... Блин, искал, не буду зачитывать. Еще одна выжимка из ответа. Давай, говорит, решим только. А что значит хороший кот? Хороший кот, это же не значит, говорит, хитрый кот какой-то. Хороший кот, это кот, который хорош в данной конкретной ситуации. И такой ты и программист, если не смог подстроиться и для этой конкретной команды написать такое. А вот представь, говорит, ты на больничном будешь. И что, говорит, как там будут что-нибудь пиксить? Пиксить? Фиксить? Production? Фиксить в Production это пиксить теперь. Чтоб ты знал. Ну, и все правильно. Вообще все все правильно говорят, кроме чувака, которого жаловался. Ну, можно же какие-то свои минусы-то найти И пофиксить их реально, и пиксить Ну, то есть, как бы Всегда есть куда расти, правильно? Есть еще, блин, я не могу тут круто Чувакам все-таки круто отвечает Ты мне сказал сначала такой, да это тема, которая вообще Не дотягивает до заглавных Она, я чувствую, на обложку попадет Ну, слушай У нас пока еще не было указаний сверху От тех людей, которые там бумажки все эти Перебирают у нас в подкасте, какую на заглавную Так что, может быть, и эту разрешат Ну, окей Здесь, видишь, еще есть, есть где-то такое выражение Толкать телегу вперед лошадь Вот, говорит, не надо толкать телегу вперед лошадь Отлично вообще Ладно, это была первая тема Из рубрики разработка, а дальше ты в нее врываешься Я уже тут смочил все слюной И ты теперь прям мягонько Ты прям вообще там раздел мне полностью всех Наших слушателей и зрителей, а теперь я Прям к ним падаю в постель и кодить По стоковым фоткам, вот такое есть И реально Тема с CodePen.io Вот так вот А там еще темы пишут А CodePen.io, я вам напомню, что это сервис В котором можно свой кодик написать Там запустить, скомпилировать практически Ну не скомпилировать, но ты понял Можно и скомпилировать, там бабель уже есть Все, все есть А бабич там есть? Пока нет Пока нет, жаль Так вот Крис Койл, между прочим, пишет Сам Причем эта тема еще 14-го года Свежак Ну так Ну давай Ты нам расскажешь, почему мы ее вообще смотрим Дальше будет лучше, да Это нам никто не предложил Это ты сам придумал Да, это ты сам походу придумал Ну если и предложил, то как-то так незаметно, что Нет В РСС я ее тоже видел Это на этой неделе было И 2014 год на этой неделе был просто Да, Толстяк, собственно, нам про что рассказывает Про то, что вот есть стоковые фотографии, да И там обычно на стоковых фотографиях что изображаются? Какие-нибудь, знаешь, там фонари, там город Какой-нибудь, знаешь, с задержечкой сфотканно красивенько Я понимаю, да, с длинной выдержкой Да, или какие-нибудь там в этих смузи пьют, там, в офисах, опять же А тут есть еще стоковые фотографии, на которых реально узкие коды написано Ну он и да И меня есть в виду, что иногда мы на стоковых, на шаттерстоке прям пишем коды, там, веб-девелопер Там вот такое Я не знаю, куда такое вставляют Да, знаешь, на заглавный слайд презентации какой-нибудь про IT Про то, что нам надо в учреждение закупить новый сервер Или в задницу себе вставляют Вот, как вариант И на этих, вот, на этих самых стоковых фотографиях написан бред в коде Да, если так вот прикинуть, опять же И я тебе, ты лучше сильно не отвлекайся, чтобы я тоже, как бы, бред не нес Ты тоже вникая в тему Потому что здесь, вот, собственно, он пишет Вот, первая стоковая фотка Эм, он говорит Типа, это, говорит, чё это? Вот, типа, документ райд в хэде Ну да, его, как бы, в скрипт надо писать Это же JavaScript Да Ну, просто в хэде, опять же, на сухую он воткнут и всё Да, и он, как бы, просто читает то, что вот на фотке происходит И охреневает Чё? Как? Куда? Говорит, good luck Good luck с этим дерьмом Эм, и вот, ещё мне нравится, что Script type text computed Компутирт Компутирт Это чё за компьютерт? Я просто это не вижу Это, это есть где-то на фотографии или нет? Ну, конечно, есть Он над сидата Как бы тебе объяснить? На стрелочке А, вижу, вижу Да, компьютерт Тут выше он ещё говорит, что nice char set А char set, чтобы вы понимали, здесь Контент Ну, там мета Смотри выше Да, да, да Tiz 231 Практически Tiz 231 Что? Откуда такая кодировка? Видимо, где-то такая бывала Да, причём Тут как бы буквы летают где-то уже в матрице, видимо Ну, тут между какими-то такими гибкими экранами С графена Вот это всё Следующая уже именно, видимо, фотография экрана Ну, типа Да, здесь он говорит Вот, смотрите, говорит Два дива Типа в каждой таблице Вокруг каждой таблицы Вокруг каждой таблицы, да И, короче Ну, и просто здесь мясо тупое, я так понимаю, из-за HTML Ну, здесь Внут этот Как тебе сказать Стайл инлайновый Прямо для таблиц Ну, как бы такое бывало Поэтому, чё бы и нет Ну, видимо, это дурной тон, тем не менее Ну, это просто говно, конечно Чё говорить Идём дальше Здесь очень пиксельная такая картиночка И здесь уже он до CSS немножко докапывается Вот, говорит Типа в классе header button Типа с айдишником header Ну-ка, я сейчас сам найду, где это А, ну вот, да У header header button Вот зачем, говорит, header button Перед этим ставить ещё айдишник header Вы уже стопудово header button в футере ещё будете использовать Отлично Зачем уже такую специфичность-то указывается айдишником Если и так понятно, что header button будет, скорее всего, header А, и он ещё, короче, что, лишки, короче Да, вы, конечно, вы каждой лишке улку подставите Лишки же так, говорит, часто встречаются по отдельности Он как бы тут полностью с капофейсом это всё говорит Да, он максимально сарказмом это говорит Вот это смешно Здесь следующее изображение На фоне таком, как вам сказать, переливающемся Из синего в зелёное Подливающим, я бы даже сказал Да, и он говорит Я, говорит, не знаю, что это за код-эдитер Да Но, говорит, пати-мод там Когда я, говорит, в своём, включая пати-мод, я ещё и шрифт на гильветик у меня Да Чтобы прям вообще хорошо было Потому что, на самом деле, здесь шрифт не моноширинный, чтобы ты понимал То есть тут как бы Здесь просто написали Минимум читаемости, да Дальше, короче, он просто уже придирается к такому дерьму, как end of code for web Вот такое пишут на сайтах Ну, комментарии здесь, как бы Я, говорит, теперь все сайты будут так закрывать Да Есть вот ещё такая стоковая фотография И здесь то, с чего всё началось Здесь чувак, типа, пишет на стекле И он у бодика явно прописывает bg color white Да Да, говорит, давайте напишем bg color white Также часто он не белым, по умолчанию, является Ну и там дальше, сейчас мы будем, дойдём до этого Дальше, короче, что там происходит у нас Мы, говорит, не так-то часто используем классовые имена Но когда используем, они такие YFPPG controls Ну, он как бы про то, что абсолютно ничего не значащие классовые имена Традирует, да А, и вот это очень круто Тут, короче, в JavaScript, видимо, функции пишут И она называется Update all images И он говорит Sometimes we just need to update some of the mages И, как бы, говорит, other times we need to update all the mages Говорит Его именно бесит, что images, как бы, ну не Да, и говорит, мы ещё магическими цифрами, просто от i меньше десяти Не, как бы, не все имиджи for each'им какими-нибудь будем делать А просто вот только десять Потому что просто because we can Ну, в общем, да, он придирается ещё к JavaScript Вот так вот смешно оказывается на стоковых фотографиях Мы-то и не задумываемся, а там бред Сивые кобылы Ну, если бы меня в игре, кто хочет стать миллионером, спросили Четыре варианта Что вы ожидаете увидеть на стоковых фотографиях по коду? И четыре варианта Крутой код на C++ Супер код по искусственному интеллекту Бред И валидный HTML код Я бы выбрал всё-таки бред Это было бы вопрос на 500 рублей Потому что, ну, как бы Или на 100 даже Да, да Потому что что ещё ожидать от стоковых фотографий Ну, а тем не менее, почему родилась эта тема 2014 года? Потому что недавно, в ноябре 27-го То есть свежак более-менее В ноябре 27-го В ноябре 27-го года Тоже более Представляешь, наш подкаст будет выходить до ноября 27-го Это охренеть, что будет Согласен Мы прям будем с бородами здесь сидеть Толстяк всё ещё будет подписывать, возможно А мы его будем почитывать Да И толстячок написал маленькую такую темку Очнулся через два года, блин Говорит, вот помните такую, говорит, тему? Пожалуйста, не учите код по стоковым фотографиям Помните, да? Помните? Помнишь? Помнишь, была такая тема в 2014? Я помню И суть в том, что Говорит, мне Лайк, если понял, о чём Да Около сотни людей ему написали А чё это ты? Типа, на боди BG Color White написал, а? Сам-то поди Ни хрена не знаешь Настолько вы в фотографии бедлиш И говорит Потому что, говорит, типа Раньше, если в бодике не сделать BG Color White Видимо, в интернет-экспорре только И, может быть, в других каких-то браузерах Some versions of IE Of IE Да Короче, был по умолчанию такой серый BG Color Светло-серый Представь бы чисто серый был Это вообще просто под вену Нет, ну это не увидеть, да? Это не увидеть, ни хрена было бы Вот, так что ты давай не это самое И говорит, бывает же, когда В этих Вставил CSS и переопределён И тогда надо же опять на white сменить Ну, в общем, да Он типа Ну ладно, ладно, чуваки Ну, он говорит Да, вообще Насчёт первого Я даже не знал, говорит До моих времён Это всё было Потому что Ещё и просто Сам факт, что Само свойство BG Color Оно ещё деприкейтнуто Там в четвёртом В третьем HTML Да, да, да Несмотря на то, что Она как бы работает Всё ещё Вот есть набор таких вещей Как, например Tag MarkUye Который бегущая строка Который уже давно деприкейтит Но всё ещё работает Если прописать Или Tag Font, например Вот такой И BG Color Это как раз атрибуты С той эпохи И видишь Ответом на то, что Бывают стайлшиты Не побоюсь этого слова В которых переопределено Говорит Ну, они же специально переопределили Типа Чё, какого хрена Да Так бывает иногда Вспоминается заново А хоп Оказывается Была какая-то фишка Но это он именно про то, что Е Кстати, кто-то в комментариях Писал, типа Саня, а почему в Safari Не работают в Уфу Буковки в сайдбаре У Криса Койера Вот зайди, Никита К ним У меня Я только что на Виоле Работают Вот я и хочу сказать Они работают при наведении Раньше работали всегда Базару нет На старом ССС А теперь только по наведению Поэтому как бы Не ко мне вопрос В Safari всё нормально работает Это просто толстяк Изменил экспириенс Ну, у меня в Chrome, да Да Я когда Тогда получил Только ещё этот комментарий Я проверил в Chrome Точно такое же было поведение Именно получил To take Я гад Я всё-таки To get У get же много значений Получить Дать Подать Всё вообще Следующая тема, да Уже у нас Да И там про дживоскрипт Мы сейчас вжарим Да Здесь Эрик Эллиот Нам рассказывает о том Что он благодарен За GS усталость Ты понимаешь Что Эрик Эллиот Он, по-моему, благодарен За то, что ему Электрогитару когда-то дали Вот ты посмотри на него Я согласен Он прям в зал должен Медиаторы кидать Между этими песнями Ну, так делают, кстати Ты знал? Ну, конечно, знал Ну, вдруг Я, кстати, скажу, что Мы вот про GS усталость говорили А как узнать В каком выпуске Нам же сейчас такая Это что вот вы не говорите Где вы уже говорили Не повторяете А понимаешь Хоть говори, хоть насири Это во-первых И вот я сейчас делаю Что, чтобы не насирить Я захожу на YouVdesign.ru Есть такой ресурс И там есть поиск на сайте В сайдбаре И что, прям работает? Я пишу туда слово усталость И опа Сразу подкаст с Трампом Как лечить JavaScript усталость 101 выпуск Для тех наших Подписчиков Которые Слышат Звон Да не знаю Где он Можно посмотреть Где звон С помощью поиска На нашем сайте Возможно Которые как шестилетки Все еще Да Но теперь они как шестерки Потому что я им говорю Иди посмотрите Поиск на сайте Там круто Он еще и молниеносен Быстр Че так дерзок Как пуля резок Я бы даже так сказал Ну и че Эрик Эллиот Звезда Рок-звезда нам Рок-звезда нам Говорит, что Конечно, учить JavaScript иногда Бывает обескураживающе Иногда мне кажется Что выучить все По JavaScript Это как Высушить океан Полотенцем Пляжным Оооо Я думал, как все Медиаторы в мире Выкинуть Как кинуть по медиатору Каждому чуваку В зале Да Это никогда не случится Ну и не, конечно же Ни одно Живое существо Никогда не Проникнет в каждый уголок JavaScript CSS И Web API Конечно, никто никогда не узнает Все про веб-архитектуру Ноду GraphQL SQL NoSQL Асинхронный Control Flows Ну, короче, я не буду Перечислять все, что мы не узнаем Ты не знаешь, что такое GraphQL Нет Нет, ну ты же SQL бог Вдруг GraphQL Это там что-то новое Это, видимо Это, видимо, когда графами Что-то Когда ты в графстве Ты сидишь И на SQL Ну, согласен Согласен, да Но как-то этого не случится И Ничего с этим не сделает Дэн Абрамов Кто бы это ни был Тоже не справляется Брэндон Айк Он просто Создатель JavaScript Он тоже, говорит, не справляется И не надо паниковать О том, что вы не справляетесь Мы все на одном и том же поезде Причем Bullet Train Это скоростной поезд Который именно прям как Сапсан практически Бау Ну, не Сапсан, а все-таки Японский Нормальный Где 900 км в час скорость Как у самолетов А у нас еще не нормально У нас 300 там И еле-еле еще там Колышется Все еще тебя трясет Как Ну, хотя это скорее тебе говорит Трясет Сапсан Он плывет Плывет Ну, все, значит, хорошо Хоть Хоть что-то Он наврал в своей статье А, собственно, он вообще Об этом не говорит Это я только что приврал Черт Как я подписал-то Рок-звезду На вранье За секунду Вот тебе Ювеб-дизайн Подкаст Суровый веб Сто процентов Правды И говорит Не важно На каком вы сидении Все равно Мир за окном Ты имеешь в виду С точенными Или с... Да Про это тоже будет У нас еще сегодня Не важно На какой ты стул сел А на кого посадил Маму Все равно За окном Блюр Понимаешь Это он Нам говорит о том Что так быстро Все развивается В джаваскрипте Что ты не можешь Сконцентрировать Даже взгляд И что ему тогда Нарается Давай А он говорит Вот смотри Это же круто Когда есть так много Маленьких уголков Веб-платформы Что мы можем их узнавать Даже мы эксперты Только в своем же Дерьме разбираемся По шестилеткам Ну он то есть Исследователь некий И он да И он говорит Излечить Джаваскрипт Усталость Не означает Выучить все Лечение Это просто Прекратить Беспокоиться И стараться Все выучить Просто прекратить Изучать Просто Прекратить изучать Джаваскрипт На стройку Пойти И все Ну нет Говорит Учить только те части Которые вас прям заводят От которых шищак Прям нахухливается И здесь Прям у него фраза Я сначала в оригинале Прям прочитаю Make peace with your focus It's that simple Так Достигните умиротворения Просто сфокусировавшись Это вот так просто Блин Он пошел дальше По Филу Шиллеру Че делает, а? Для тех Кто вновь подключился И не знает мем Про пошел дальше По Филу Шиллеру Фил Шиллер В своих анонсах А Фил Шиллер Для тех Кто только подключился Это Worldwide Маркетолог Как у Apple Самый главный А Apple Кто только Вы поняли Короче говоря Да Не, я думал Ты знаешь, как скажешь А Фил Шиллер Это посмотрите Прошлая презентация Apple Как подкасты Ну да, да А прошлая презентация Apple на Apple.com Ну, говорит Я в принципе же тоже Недавно вот Прототипировал, говорит Приложение Я на ванильном JavaScript всего лишь делал Представьте, говорит Себе Прямо два дня Целых работал на нем Никакие библиотечки Не подключал Да Только одну Одну только Зависимость подключил Не знаю какую Видимо от JavaScript Возможно героиновую Да, или от JavaScript Потом, конечно, добавил React Redux Но я, говорит Без них бы справился MVP Minimal Viable Product Работал Я мог Все приложение построить И ни один щеночек Б не пострадал Он, правда, все равно React Ты вжарил по вене С Redux Я просто вспомнил Про его метафору Про Bullet Train Так И, возможно Возможно, какой-то там Из фреймворков Который он подключился Это когда в тамбур Выходишь, посырай Да Я тоже Вот до того, как ты сказал Я знал, что будет именно это Что еще в поезде Можно с React Сделать Только в тамбуре насрать Вот это и есть React Это кто-то Ехал на JavaScript В поезде В тамбуре Насрал Просто кучу навалил А Redux Это чувак Который подошел В эту же кучу Отлил Воняет на ней Тамбур Я просто У меня вопрос Складывается Почему мы Не в конце подкаста Начали Потому что мы до перерыва Уже упоролись Просто и все Незаметно Так, ну давай Так вот Everything is amazing Все же, говорит Удивительное На самом деле Я, говорит Каждый раз Когда слушаю JavaScript Усталость У меня, говорит Сразу симпатично Понял, говорит Симпатично Ну я, говорит Так же и задумываюсь Что хоть как бы Все и обескураживает Но это же, говорит Так глупо От этого Раздражаться Так Поэтому Вот Это же, говорит Как ребеночек Который входит В комнату Полную подарков И рождественских тортов И он начинает жаловаться Что так много подарков Они такие разные Их все надо открывать И жрать Вау Это, говорит Как зайти в ресторан И увидеть Что все блюда Любимые и бесплатные Ты не знаешь Какое выбрать Понимаешь Для него библиотеки Это бесплатные блюда А не то, что вот мы сказали Три минуты назад Так что вот так вот Кстати, здесь он по логовичу Он говорит Что Вот возможно Ему бесплатно Во-первых Это Во-вторых Возможность Учить JavaScript Это как Иметь всю Алчность Мирового знания На кончиках пальцев 10 из 10 12 из 10 Здесь даже я попрошу И говорит Вы, говорит Как бы это все у вас есть А вы все равно Жалуете Что не можете найти Видео с котиками На YouTube Вот это, говорит Так же тупо Everything is amazing And nobody is happy Все присытились Потому что Я, говорит Когда учился Кодить профессионально Я не то чтобы фреймворк выбирал Я, говорит Язык выбирал Представьте, говорит Себе Что раньше-то было И ничего не жаловались Выбирали язык нахрен И шли И понимали Что если мы сейчас Не так выберем язык Мы потом будем Не 100 тысяч долларов В год получать А 60 А это уже большая разница И он выбрал JavaScript Не Java Нет Он сказал Когда я начинал Был CC++ Java JS еще был Только темной лошадкой Рельсы вообще Еще не существовали А PHP еще был До WordPress Ну понятно Кал Он как бы и часто Не очень Но да Я, говорит Благодарен всем вам Тим Бернсли Брэндон Айк Джон Рейсик Какой-то Перечисляют еще кучу людей Там CJ Из этого Из GTA Брюс Алмайти JavaScript Чирлидер Это, видимо Ресурс какой-то JS Чирлидер И, говорит Ты И ты Уважаемый Подписчик Тоже его Вдохновляешь Блин Эрик Эллиот Когда он тебе Медиатор выкидывает Вот эту статью Как медиатор Так что Я вот Сейчас праздники Начинаются Я понял Что у меня Уже много Подарков Это все JavaScript Библиотеки Они настолько Удивительные Что все Прям комьюнити Их Обменивается Ими Как подарочками Давайте вместе На них все Строить И круто будет Ваш Эрик Эллиот Просто я тебе Хочу тебя заставить Зайти на Эрика Эллиот Сначала на страницу На медиум А потом К нему перейти В твиттер И он Между прочим У него В твиттер Хедере У него Во-первых До хренища Твитов До хренища Читателей До хренища Ему нравится Но у него Еще Там в обложечке Видимо Обложечка С какой-то Этой Книжечки Да Robust Web Architecture With Node HTML5 Modern JS Libraries Может быть он Писатель еще Фантаст Я могу тебе Так сказать Я могу Зайти Опять же В прямом эфире Почему бы Нашим подписчикам Не узнать Все об Эрике Эллиоте У него Есть EricElliottJS.com И книга Это называется Programming JavaScript Applications Чтобы вы понимали Уважаемые подписчики Пользуясь случаем Я зайду Есть такой ресурс На замечательном сайте И там для ознакомления И там Только для вашего ознакомления Вы как только Скачаете книгу Пойдете и купите Собственную копию Да Чтобы поддержать Коллег Издательство Издательство И коллег Там нет этой книги Но мы ее в паблике Выкладывали Когда-то давно Но как бы да Здесь и другие Более понтовые книги Например Learning JavaScript Третье издание Это прекрасная книга Там уже про ECMAScript 6.0 2015 Все вот это вот Про LED И прочие Arrow functions Отлично Переходим дальше Идем дальше Да У нас я так понимаю Последняя завершающая тема Из разработки И потом дальше пойдем В легенькие темы Да Да Сейчас у нас С JavaScript Спрыгиваем на PHP Нормально спрыгнул Ты с тамбора Что ли спрыгивал Как ты думаешь Вот с JavaScript На PHP Это с какой-то С платформы На платформу Или как это Это с героина На спидбол Это когда уже героин С крэком С кокаином Вкалываешь И нормально Вот да И тем не менее Статья на хабре Так Блеск и нищета PHP Эволюция языка От четвертой версии До седьмой С и один С хвостиком С хвостом И с восьмушкой Мне интересно Это перевод или нет Хотя какой это перевод Там же такие срачи были Что не Нет Не перевод Слушай Судя по мему На английском Я думал перевод Обычно именно в переводах Используются оригинальные мемы Но тут видимо чувак Просто английский любит Видимо мойдет Да И он действительно Интересно написал статью О том что вот Грит Сейчас вот Грит Скоро состоится релиз 7.1 И хочется оглянуться назад Просто понять Вообще Че было И насколько Даже он Пишет Порасжигать Зачеркнуто Поразмыслить О роли PHP В современной Экосистеме И вот Грит Вернемся Во времена PHP 4 Это Тогда примерно Вордпресс Битрикс Появился Миллион других Семь эс И домашних страничек Да И Грит Тогда вообще PHP До 5 Версии Можно было Назвать Языком С натяжки Особенно Он грешит Что там были Вот зачатки ООП Но Грит Лучше бы их не было Настолько Зачатки Я честно скажу Не застал Я уже с пятой Все таки Версии Как то это Да 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 Просто Как бы пятая Она и не то чтобы Недавно появилась То есть там все равно Это что только В середине нулевых Каждый второй сайт Каждый второй сайт Работал с включенными Галочками Magic Quotes То есть все переменные Которые прилетали От браузера Магически Экранировались Чтобы якобы Что якобы Позволяло Безопасно Вставлять в базу Данных Как это круто Звучит Безопасно Вставлять в базу Данных На деле же Универсальным СМС Приходилось Это дело Чистить В общем Мрак Но для новичка Якобы Было удобно Вставлять все Что прилетело В базу И не париться Ну и в общем В общем Было Была жесть Страх Ненависть Боль А потом Появился PHP 5 И это 2004 год PHP 5 Это достаточно Давно Вы не думаете Я на самом деле Наши подписчики Могли видеть Я на экране Пока ты это все говорил Я загуглил В каком году Хотя мог просто Проскролить Сразу видно Не моя тема Не готовился Не знал Что там И сразу видно Моя тема Тоже не готовился И не знал Что там Так PHP 5 0 2004 год Нам было 13 лет И тогда Уже был рывок У PHP Представляешь Когда нам было 13 лет У нас другой какой-то рывок был А у него-то там У PHP Было В ООП Было рывок огромный И здесь Я вам просто позволю Себе зачитать Потому что здесь охренеть Появились модификаторы доступа Такие как Public Protected Private Но это мы все знаем Ну как бы да Это основа основ ООП Выделились статические методы Static Появились интерфейсы Destructors Reflections API Reflection Простите Работа с исключениями Магические методы Get и Set Итераторы Хвала господу Хвала господу Господу Array Excess И многое-многое другое Я там не буду читать Там hype typing И т.д. и т.п. Type typing Type hipping Type hipping Type hipping Hype tending Нормально Вот Да В общем Короче говоря PHP Это был тупо Отдельный новый язык PHP 5 В смысле PHP 5 Из Java Многое они взяли Для Как сказать Любознательных Подписчиков Не просто так Из C А все-таки Из Java Ну естественно В PHP 5 Уже выросла скорость Написано В два раза Чем в PHP 4 Угу Дальше пошло PHP 5.1 И PHP 5.2 И это 2006 2009 годы То есть В принципе Прошло какое-то время Всего лишь Обновили чуть-чуть Но прошло какое-то время Да И Не принесли много Изменений В самый язык Новые версии Их были всего парочка Магические методы И set И unset Мне очень понравилось Что появилась функция GS encode Я вот сейчас без нее Не представляю свою работу Когда джейсончик прилетает Как бы еще-то его пощупать За мягкое Без этого метода То есть Обработка джейсона Да Далее PHP 5.3 2009 год Это уже В принципе Ну так Пошло Пошло 2009 год Мы уже школу закончили Мы школу уже закончили А там Вовсю PHP перло Стало очередным прорывом в языке PHP перло Посмотри какой каламбур Да Согласен Самое главное Появились Неймспейсы Ух ты Аналог пэкэдж В Java Ну Ты вот с Java Незнаком Ну что такое Неймспейсы Знают Практически каждый Слушай Они сильно Видишь Они как на Java Это смотрят Ну слушай Как на старшего брата На божничку ставят Заметь Лямбды появились И замыкания В пище 5.4 5.3 5.3 А в Java Они появились На 5 лет позже Ну лямбды появились Скорее всего Они играли в Half-Life Half-Life Прости Они уже третьи ждали В том году 2009 Да А кстати Возможно Прям даже Уже тогда Примерно так и есть С тех пор примерно и ждем Появился оператор GoTo Сокращенный Тернарный Оператор Вопросик Это круто Обожаю Вместо if Появился оператор Static Для позднего Статического связывания И магический метод CallStatic Ну вот Короче говоря Там PHP FPM Включим Видор Чтоб это не значило Я тебя Прям Я точно не Расстрою Или обрадую У нас на UB.Dizign.ru Используется PHP FPM Он с Nginx Работает Это что фак Fast Я не помню Ну короче Fast CGI И можно Количество Воркеров Разделять И у нас По количеству Ядер 8 воркеров Одновременно Хрена Вот это В PHP FPM Стало Возможным Что он Как бы Параллель Нит Чуть Блин Факинг Параллель Мод Отлично Типа того PHP 5.4 2012 год Это уже Осознанный Ватарст Уже Большенький Здесь наконец-то Полностью Выпилены Магические Кавычки И Register Globals То есть В какой-то Версии Они были Деприкейтед А начиная С 5.4 Их наконец-то Грохнули Кстати Интересный Факт На одной конференции Расмус Лердорф Ну создатель PHP Сказал Что голосовал Рублем Практически Против Выпиливания Magic Quotes Что на мой взгляд Очень странно То есть Возможно Странные вещи Ну мы кстати Говорили в прошлом Подкасте 104 Да Выпуск Да Был 104 Про Расмуса Лердорфа И вообще Какой он чувак Да Он даже говорил Что он ненавидит Программирование А просто Любит решать Проблемы Да ну в общем Опять же До хрена Че появилось Например Короткая запись Массивов Вместо Array 123 Стало просто Написать Квадрат на скобочках Привет JavaScript Программисты Да Наконец-то Вы смогли Здесь это написать PHP 5.5 2013 год То есть Через годик Генераторы Ключевое слово Finally А также Разыменование Литералов Массива Массива Истроки Нормально Нормально идет Нормально идет PHP 5.6 2014 год Используем выражения В константах В общем Такие небольшие Уже апгрейды Пошли PHP 6 Никогда Ну Как от нуля до сотни Никогда Да Он не вышел Он не вышел Главный челлендж Этой версии Был в поддержке УТФ На уровне ядра Ну короче Столько работы Оказалось Что просто Нахрен надо Давайте сделаем PHP 7 Которая вышла Они уже по этим По суеверным Скальне Шестая версия Фу Да Давайте 2015 PHP 7 Нормас Седьмая версия Стала очередным Прорывом в языке Сопоставимая с 5.0 и 5.3 То есть охренеть как Во-первых Все стало Быстрее Работать Раза в 2-3 Во-вторых В type hitting Хайп Стало Возможно Использовать Скалярные Типы Инт Стринг И т.д Ну это мы с тобой В нашем подкасте Суровый веб Часто обсуждали Я попробую В прямом эфире На Youwebdesign.ru В поиске На сайте Ввести PHP 7 И Что бы ты мог Подумать 61 подкаст Сразу вылазит Молниеносно PHP 7 Что нового Ждет нас И там мы с тобой Уже это прям Обсудили Даже был 32 подкаст И в нем Тоже мы обсуждали PHP 7 Обсудили Перспективу Мы с тобой Тогда Это по-моему В 2004 году Еще было Мы с тобой Записали 30 подкаст Согласен Но вообще В 2015 Прямо тогда Он выходил И мы с тобой Уже перспективы Обсуждали Представишь Давно здесь сидим Согласен То есть мы Следим за ростом Вот PHP И что самое главное PHP 7.1 Который сегодня Уже Тут мне кажется Многое конечно Наложило руку Facebook Они же там ХХВМ Ну так видишь ХХВМ так и не стал Так скажем Интер Как сказать Короче Его думали Основным сделать В PHP 7 А не стали Потому что Не хотят зависеть От фейсбука Уволили фейсбук За хороший скилл Да И здесь опять же Много чего добавили В 7.1 Но опять же Это мелочи По сравнению Конечно С 7 Там Но самое главное Это тип Возвращаемого значения Void То есть если в таком методе Будет return Вызывает fatal error Чтобы была Функция Которая явно Что-то делает Не возвращает значение А именно что-то делает И в противном случае Вызывало бы fatal error Если вдруг там Return Какой-то появился Это прикольно Это прикольно И Конклюзион То есть вывод Что мы имеем в итоге В итоге мы имеем Хороший язык для веба У которого есть все Фреймворки Например Такие как Symfony И Менеджер зависимости И т.д. Но порог входа Теперь совсем другой Подчеркиваю То есть человек Который Пишет на современном PHP Должен как минимум Знать кучу ООП Best practices Использовать Фреймворки И композер Знать кучу Фич языка И его расширения И он говорит Что блин Есть вот просто Куча людей Которые вот И думают Про PHP И вообще Работа на PHP Как все еще На PHP 4 И это как бы Не делает чести Никому Согласен И поэтому Все думают В том числе Низко даже как-то Да работодатели В том числе думают Ну ты же На PHP Кодишь Тебе что там платить Потому что Ну как бы Ну что PHP 4 А на самом деле Это уже практически Ну большой такой язык С ООП Со всем дерьмом Вот Поэтому Вот такая вот мораль Что PHP она сейчас делится Митозом Или миозом Классический вопрос Да 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 Просто здесь видишь Он дальше еще Я Как бы Высказываю свое мнение А мое мнение Это последний абзац Предпоследний После внедрения в язык Куча языковых конструкций Он стал не очень привлекательным Для новичков Скорее новичок выберет Гоу Из-за простоты Неужели он такой простой Видимо Там просто Гоу пишешь И Гоу Согласен Гоу-гоу-гоу По контре Но при всем своем развитии Который я очень сильно приветствую PHP не дотягивает До языков Кровавого интерпрайза Мне нравится метафора Кровавый интерпрайз Как там Алмаз был С Дикапричем фильм Кровавый алмаз Не знаю Или Остров какой-то был Остров проклятый А Кровавый алмаз тоже был По-моему тоже с ним В прямом эфире Кровавый Сейчас порно будет Ну Смотрите пацаны Ну и пусть Кровавый алмаз Так Триллер драма Да С Дикапричем фильм Премия Оскар За лучшую мужскую роль Тогда не с Дикапричем Опа Ооо Сань Ай Номинация Номинация Дикаприч Все-таки там Ее номинировали Не дали Награды были только Image Award Какой-то Лучший актер Второго плана Даже и не ему дали Ну короче Был такой фильм С Дикапричем Видишь ты Как я тебя подловил Ну ладно Так Так вот До языков Кровавого интерпрайза Значит Они дотягивают PHP 7 Как Дикаприч Это Оскара Да Не дотягивал Таких как C Sharp Или Java Эпизация Все же не совсем Строгая Нормальной Многопоточности Считай нет Несмотря на FPM Параллель Модул И все еще Есть костыли Разных видов Ну короче говоря Вот PHP 8 Скорее всего Будет прям Вообще круть Видимо Мне LinkedIn пишут На который ты Зайти не можешь Чтобы посмотреть Чего не пишется Что я заблокировал Роском Надзор Да Как вы думаете Есть ли своя ниша PHP Чем она заключается Я не для того Чтобы потроллить Мне правда Очень интересно Мы кстати Даже не заминусили Чуваку А реально Интересно Он молодец Он написал Так прям Без троллинга Без всего Прям хорошо Без сарказма Просто написал Нормально Хорошая статья Из пиктос Вот такие Надо писать Чтобы из песочницы Выйти Согласен Хорошо Не потроллить Ты просто А тебе интересно Да Так Давай Так У нас будет Перерыв Сегодня Кстати Надо перерыв Потому что У нас между Разработками И светскими Перерыв Должен Произойти Давай Нас любят За то что мы Говорим людям Что делать В перерыве Давай У нас Зима же Сейчас Что делать Нам в деревне Я думаю Что Пусть Тот Кто Женщина Так Слушает наш подкаст Она пусть идет Вяжет шарф Например Или свитер С оленями А тот Кто мужчина Он что пойдет делать Позировать Для свитера С оленями Еще было Сказать Рисов Халява А ну да Да Так то Не знаю что Колоть дрова В печь Пусть идет Согласен А если так Уже более приземленно Вы скорее всего Сейчас как раз Из маршрутки Домой пришли Вы поужинаете Сейчас пообедаете Позавтракаете И снова нас смотреть Мы тоже вместе С вами прервемся Так все работает Работаем Да Знаешь мне Это все что Напомню Вот наши Подписчики Не знают Что происходит В этот перерыв А смешно было Ты включил музыку На телефоне Так И мы ушли Со студии С нашей С кухни Да Чтобы здесь Как бы происходило И осталась Как бы музыка И микрофон И помнишь Когда мы диплом Писали еще В институте У нас Мы смотрели Радиоэнергия Не будем говорить Смотрели именно А мы смотрели Трансляцию из студии А да И помнишь Там после 12 Они оставляют музыку И сваливают из студии И там камера Просто показывает Микрофоны Пустые студии И вот у нас Так же сейчас было Да 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 А мы продолжаем И у нас сейчас Светские новости И светские новости Они конечно же Как вы понимаете Не про Бреда Пита Все таки про технологии Потому что у нас Про технологии Суровый веб И новость Звучит так Не надо Хололенс Ладно Не так она звучит На самом деле Майкрософт продолжает Совершенствовать Технологию Хололенс Нам кто-то Кажется предложил Ты не забываешь Говорить кто предлагает И кажется нам Предложил Это никто Потому что написано Просто Никита Ну хорошо ладно А у предыдущих Тоже никто не предлагал Нук 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 А про Legacy PHP предложил Илья И все Больше мы никого Не забыли Все Илья Сорян Сразу не вспомнили Просто как бы Да Но тем не менее Хололенс Это как вы понимаете Дополненная реальность Кто не знает Для малышей Я припоминаю Да Для тех кто не подключился Да Все еще не подключился Вообще в жизнь Есть вот такая Виртуальная реальность Это когда ты надеваешь И полностью погружаешься Реальность Которая создана Для тебя Технологиями А Хололенс Это когда ты надеваешь Дополненная реальность Это когда ты надеваешь И ты видишь реальность Которая есть вокруг тебя И она дополняется Какой-то еще хренотени И короче говоря Хололенс Мне кажется Вот сейчас Я почему-то пришло в голову Извини Перебиваю Что Покемон Го Это был пример Дополненной реальности Ну кстати Может быть да Можно так сказать Значит Майкрософт Которые собственно И сделали Данную Хренотень Они Ну в общем Не парятся на самом деле По поводу рынка С виртуальной реальностью А немного смотрят Вот на рынок Возможно пошли дальше Время покажет Возможно да Они просто Не хотят пока Конкурировать Не чувствуют все силы Или делают что-то Более крутое Чем там Какие-нибудь Окулус рифт Например Но Хололенс У них продукт живет И они Как бы его развивают Че Че делают Че делают Они Главную проблему Какую испытывают Вот Хололенс Это же надо очки Это же надо носить Это же надо что-то дополнять Какую-то реальность Например на улице Это же должно быть Чтобы реальность у тебя была Ноу лайфер Сраный Это не к вам Уважаемые подписчики К лирическому Ноу лайферу К Джону Доу Так Возможно Суть-то какая Суть-то в том Что за собой банку Придется таскать Чтобы это все там Генерировалось Чтобы там все это Летело Это тебе Да Как бы Это надо там Значит как-то И это несмотря на Засилие виаров В которых телефон Вставляется Ну кстати да И между прочим Виар-то он все равно В любом случае У тебя Если он конечно Не телефонный То он у тебя Будет тоже к банке Подключен Если он у тебя сильный Больше скажу Он еще и требовательный Конечно И поэтому здесь В самом начале Было написано Пока мир продолжает Грызть кактус Системных требований Устройств виртуальной реальности Да И собственно HoloLens То тоже нужно Ему и интернет Хороший И возможно Даже видеокарточку Какую-то Хотя видеокарточку Вряд ли Возможно 4 Слай Да Но по крайней мере Интернет хороший Да И они чего добились Они сделали Чтобы можно было Вместо своих 2-3 гигабита Per second Им нужна была Пропускная Хрень Они добились Чтобы адекватный 30-50 мегабит Per second Залетала Инфа На очки То есть Им не надо Уже такой большой канал Ну в принципе Это LTE В некоторых местах Давит до 50 И Wi-Fi В принципе Спокойно Могет Вот Поэтому в принципе Уже можно Перемещаться С данным устройством У себя на Морде Как на Мордник Вот И уже возможно Не париться Но Из-за этого Пострадало Естественно Качество Конечно А HoloLens Она передает Например Кусок Видос Кусок Дерьма Кусок Видоса Передает Например Если человек Вам звонит По скайпу А скайп Это технологии Microsoft Теперь И вы хотите Его видеть Например Он звонит А зачем Тебе Мне Видеть Да Он например Короче говоря Ну Сидит Такой На хромакее То есть Ты на чем Сидишь Я на хромакее И его Можно Как бы Вырезать Полностью И вставить К вам На стул Чтобы Наверное С вами Сидел Дополненной Реальности И качество Будет Немножко Страдать Все таки Все таки Он будет Немножко Ебить Как В Голограмме Принцесс Лепомой Помоги мне Оби-Ван Кеноби Хоп Лицо Подергивается Помеха Такая Небольшая Прошла Уже Тогда Были Хололенс И кстати У тебя Здесь есть Видео Пока Не запускай Видео Есть У тебя На этой странице Есть Мобайл Холопортейшн Я когда Смотрел Я ржал Я думал Что вот Для Хололенс Вот такой Девайс Нужен С собой Носить На машине Чтобы ходить Вот посмотри Который Находится Здесь В багажнике В автомобиле Представляешь Если тебе С собой Нужно будет Таскать Вот такой Хренатень С трубками Это вообще Нормально будет Это Стимпанк Стимпанк Вообще Полный Но тем не менее На самом деле В видосе Там очень Быстренько Коротенько Они рассказывают Что мы Том Типа Пацаны Мобайл Холопортейшн И мы Типа Короче Можно будет Портативно Сильно носить Мы все Улучшили И вон там Они вставляют Видосик Из Холлэнса Прям как чувак Играет Например На гитаре Где-то в другом Здании А его Хоп И он В другом месте И больше всего Конечно Вот Прям мотай В самый конец Да ладно Там 40 секунд Ну че Я сейчас смотрю Как он как Принцесса Лея Играет Там к сожалению В конце Очень как-то Не очень презентабельно Показали Но ладно Вот прям вы увидите Дорогие Зрители А слушатели Просто представьте Хреновую Нахрен картинку Там чувак Сам себя вставил Видимо у него Или хромакей Хреновый Или че Но достаточно Плоховато Конечно Получилось Действительно Эти Холлэнсы Они как У стоматологов Очки Чтобы в них Кровь там Говно Не летела В лицо Прям Да Там Такая отвратительная Картинка Что я бы В рекламный ролик Такую не делал Я бы искусственно Улучшил А потом сказал Ну пока у нас Бета-версия Там туды-сюды У вас будет угловатый Чувак рукой Махать Ну не очень Конечно Не очень Господа Но сам факт Того что Майкрософт Не идут Вот на этот Вот рынок VR А пытаются Как-то мыслить Нестандартно Лично мне Опять же Мы же высказываем Здесь свое отношение Мне кажется Они молодцы В этом плане Один из них Во-первых В этом плане Во-вторых И в Windows 10 Они молодцы Кроме магазина Их дебильного И вот этих Фуллскрин приложений Они меня бесят Как салати Ну статья Делает что может Трудится Не покладая рук Как настоящий индус Да Идем дальше Что-то мы сильно Про эти хололенсы Хотя у меня Отмечено Как не надо Про хололенсы Для говнорей Написано Еще одна статья Для светских новостей Для вас Господа Если вы засиделись Немножечко Сбодримся Русские новости Как русское радио И нам предложил Нерон инсомниус Есть такой Знаю Грит Вот строим ру Посмотрите пацаны Там вконтакте Запустила Открытую бету Десктопного мессенджера Воу-воу-воу-воу Ее спокойненько Пацаны Можно скачать Вот прям даже не париться Даже для macOS Есть внимание Не только для Windows Да То есть для тех Кто смузи пьет Вк Вк.ком Слэш мессенджер Скачивайте Ставите Я попробовал Та же самая хрень Что обычные диалоги В ВК Все Как мы выяснили Пока нету диалогов С сообществами Но если вы вдруг Администратор В сообществах Каких-то Мне вот например Беспокоит немного Это Как боль Ресь Что Что не пушат Мне в телефон Сообщение Для нашего сообщества Знаешь Как можно Немножко решить Подрешить Проблемочку Как Эту хренотень Вот Которую Добавить в сайдбар Ну это понятно Но на мобиле Она у меня от этого Не добавится К сожалению Нет Я это именно Хотел чтобы На кончиках пальцев Я чувствовал наших подписчиков А пока умудряюсь Только в сайдбаре Я их чувствую Я с тобой согласен Абсолютно Я еще хотел Знаешь Что к этому добавить Ко всему Что же Вконтакте Значит А вот Я установил Значит Эту хренотень Сам Себе И знаешь Я почему понял Что меня отвратило Что мне упал Экзешник Понял Не понял Почему Мне упал Экзешник Я начал устанавливать Классическим инсталлером И я такой думаю Что это Какой-то прошлый вид Диаллки полетели Какие-то Что-то установка Да Зарешить Next Next Как раньше Игры устанавливали Ага Меня почему это отвратило Потому что Последнее еще Я устанавливал Это были Драйвера на видеокарту Как обычно Ага А там-то уже так летит Все Там звездолет Ты садишься Инвидия Есть GeForce Experience Накатывает Там прогресс бар Там не процент Втихрена Ты картинки Рекламки смотришь Пока это происходит Ты смотришь Тебе 6 лет Тебе все проказывают Там как по Симам Когда идет загрузка Там Выгуливаем соседских собачек Да Даем людям Там зонтики Всякий бред Написан Но зато ты сидишь И вроде такой Ня-ня-ня-ня Ты сидишь вообще ня-ня-ня Ты ничего не знаешь Никакие DLL-ки Тебе ничего не надо Ну или там на телефоне Вспомни как приложение Накатывается Ой на телефоне Просто в кругляшок У тебя Пай Пай Заполняется И все Да А тут я прям увидел Как скомпилировали На C-Sharp Ну это бета Возможно потом Как-то оно Не так на сухую Будет все входить Согласен Но вообще ты Возможно Никита Уже 6-летка Прям по полу Я да-да Один комментарий Если он наруем рук Этой новости От Дмитрия Емалого Какого-то На халявку Его прорекламируют Да Опять браузер Плюс веб-версия Такой же уборщица Как десктоп-клиент Ватсап Ну Ты пользовался Никита Десктопным клиентом Ватсап Нет Я пользовался В натуре уборщица Знаешь почему? Ну-ка Потому что там телефон Все время в шаговой доступности Должен быть И он именно Валидируется на лету С телефона Что ты это ты То есть не как в Телеграме Они как-то круто сделали Вот десктопный клиент Телеграма Это круто Это блин круто Это так круче Веб-клиентов Десятки раз Согласен А вот десктопный клиент Ватсапа Говно Лайк если десктопный клиент Ватсапа Говно Следующая Научпоп у нас Как-то мы Внезапно И собственно Не с самого Научного Сайта у нас Не с самой научной Попа мы начнем Конечно С vc.ru Амазон представил Кто им предоставил Нам эту новость Нам предоставил Эту новость Простите, я все еще по старой памяти, как будто на PHP 4 коде, не называю, кто предоставил, а предложил Аликз. Это тот чувак, у которого три раза он сквозь наш спам прорваться не мог, но мы это еще прокомментируем. Давай, погнали. Amazon представила Amazon, представила грузовики для перевозки данных из дата-центров в облако. Настолько, короче, это прикольная статья вообще по жизни, что я аж про нее на работе слышал, края муха, вот прям реально. Прям мужики в пивной болтали. Серьезно. Прям ржали, я прям слышал, у нас просто на Амазоне несколько, короче, всякого дерьма крутится. И чуваки, что-то Amazon, Amazon, там ады грузовики, слышал, слышал, да-да. И тем не менее, я вам сейчас просвещу вас. Amazon представила проект AWS Snowmobile. Это тягачи, которые могут перевозить между дата-центрами до 100 петабайт данных. Компания рассчитывает, что это поможет ускорить перенос информации из обычных дата-центров в облака. И, чтобы вы понимали, это натуре тягачи, это натуре эфура. Прям эфура, мановская, возможно, немецкая. С жесткочами, вот реально с жесткочами. 13 метров в длину, 3 метра в высоту. В ней едет чувак, возможно, в кепочке. Да, обычный дальнобой такой, нормальный. Да, ну, американцы. Останавливается на сети заправок Холиды, берет бургер за 2 доллара, за 1,99, простите. Пока, пока, все ваши жесткие у него там едут. Да. И, собственно, я так понимаю, доступ не будет прекращаться абсолютно, пока вы переезжаете. Это, конечно же, потому что нахрена тогда он нужен. Или нет. Но, тем не менее, необходима мощность. Ну, да, видимо, мощность нужна в 350 киловатт. Это около... Нет, я думаю, на лету-то оно ничего не делает. Ничего не делает. А в какой сети он будет цепляться, чтобы что-то там делать? Ну, что-нибудь... К GPS, как в терминале? Да, посреди каньона какого-нибудь, Grand Canyon. Ну, да, в общем, ни хрена нету там, видимо. Это около 150 мощных электрочайников, включает T-Journal. При необходимости, Amazon может предоставить свой генератор, а также охрану для грузовика. Это важно. Это важно. Я скажу, почему это важно. Клиент может заказать несколько грузовиков сразу, поехать. Представляешь, у тебя... У вас вот столько же, что вам несколько грузовиков, наверное, в облака переехали из дата-центра. Суть-то в том, что, да, вот у вас данные. Вот, представь себе, у тебя данные находятся в дата-центре. Ты загрузил все быстренько туда, в эту хрень, грузчики погрузили, и вы поехали. Так. Поехали, значит, дорогу покажешь. Вы поехали. Перевезли все твои петабайты. Я так понимаю, просто в Amazon вы доехали. До офиса Амазона. Вот я не понимаю, из дата-центров в облака. Облака, это, мать вашу, не дата-центры, что ли? В рай. Нет, видимо, из твоих дата-центров каких-то козлов. Ааа, чёрт. Из смарт-тейпа. Просто представляешь, насколько это обман людей. Короче, мы в облака вас из одного дата-центра в другой перегнали. На Убере катался по двору. Ещё и бензин весь слили. Сам себя, ну, по Уберу заказал, как обычно, и всё. Вот, да. Поэтому, видимо, из вашего смарт-тейпа, читайте, в Amazon облака. И это говорят, что и дешевле, и быстрее. Потому что по интернету это всё передаваться хрен знает сколько, 26 лет. Это одного эксобайта. Короче говоря, вот такой выход физически нашли господа из Amazon. И говорят, что будут прям пользоваться. Прям нормальная тема. И взяли, значит, короче, интервью у Яндекса. В смысле, не Amazon взяли интервью, а пацаны из VC.ru. Директора по маркетингу Яндекса Андрея Сибранта. Он чё сказал? В принципе, это, говорит, конечно, прикольно. Но! Не забываем, у нас же век Watch Dogs. Век хакеров. И хакеры могут нападать прямо на грузовики. Это будет выглядеть, как, знаешь, пираты с автоматами нападают, которые в этом. Сомалийские, я понял. Зимбабве. Да. Вот. Также будут хакеры нападать, только они будут такие толстые, значит, с бородами. Потому что они после этого хакернут, ну, как в Саус Парке. Да, да. Тролли. Тролли, да. Да, в общем, напишите, как вы относитесь к такой теме, как физическая перевозка ваших данных. Я думаю, те, кто к этому вообще хоть как-то относится. Они наш подкаст, во-первых, их не слушают. Потому что это реально бабки, это серьёзная тема. Конечно, там написано, что стоимость даже не оговаривается заранее. Её прям будут просчитывать всем индивидуально. Да. Ты мне другое скажи, почему называется АВС Сноумобиль? Сноумобиль. Сноумобиль. То есть снежок. Что вот это значит? В чём метафора? Это, видимо, берут из сугроба снега, то есть из кучи данных, один снежочек и просто кидают его легонько. И перевозят. Не то, что они всё катают в один большой снежный ком в облако амазоновское. Я хрен его знаю. Хрен его. Мы уже ищем их проект, наш подкаст в мире метафор. Да, ну вот такая прикольная тема. Первая научпоповая. Вторая научпоповая нам предложила Вианна. Оп, знаем. Да, слышали уже где-то там в первой части подкаста. И слушай, знаешь чё, короче? Ну-ка. Я понял, что я, возможно, не готовился к этой теме сейчас. Так это я сказал, что я её взял. Так что я-то готовился. Я-то вспомню, сколько я тут оргазмировал, когда её читал. О, точно. Всё, я сейчас так расслабился. Я смотрю, и для меня просто это новые английские буквы. Космос. Ну вот, в общем, да. Подожди, я сейчас должен подготовить наших слушателей и зрителей. Господа, эту тему Саня сидел, значит, я сидел, короче, готовился к одной хрени. А ты готовился к другой, вот к этой хрени. И ты просто сидел, и у тебя реально случались микротранзакции, микроинтеракции, микрооргазмы. Так. И ты всё-таки решил, что это всё-таки тема, которая написана русскими, да? Для русских. Или русскими для американцев. Или американцами для американцев. Я так и не понял. Вместе с нашими подписчиками я решил. Давай разберёмся. Погнали. Заголовок. Космос. Рождение новой эры. Вот, говорит, советская эра космических объектов перевернула все мечты, обернула в реальность. В обещания. И это всё из коллекции Политехнического музея. Кто ещё, кроме русских, может иметь доступ к коллекции Политехнического музея? Хм-хм-хм-хм. Не знаю. Всё ещё непонятно. Так, блин, просто тут, уважаемые подписчики, вот все, кто неравнодушен, читайте прям вот лично, с карандашиком, с авторучкой, выписывайте. Здесь что ни фраза, то прям вот мурашки по коже. Угу. И сразу введение. Был ли это, была ли это улыбка Юрия Гагарина, которая приоткрыла бесконечный космос с сужающим глаз фокусировкой световых лучей, лучей, сквозь глубокую темноту? Darkness. Блин. Was it Юрий Гагарин's smile? Его ли улыбка, да, нас так сфокусировала на безгранне вот этой вот вселенной? Или нет? Сегодняшняя вселенная, она, наше внимание пристальное настолько приковывает, что вот прям как никогда. Хорошо вообще было, вот это тоже приковывает. Мы, в принципе, пытаемся понять этот феномен безграничности, вот этих вот бесконечных значений времени и материи. Ищем наше место между планетой, которой мы населяем, и другими. Космическая лихорадка сегодняшних дней началась... Сегодняшний гей, мне показалось, я сам сказал. Так. Началась 20-е веки Советского Союза в Советском Союзе. И тут прям, я сначала помню, когда я тебе сказал, слушай, Никита, тут тема на английском, а славят Советский Союз. И тут сразу, СССР управлялась авторитарной партией, но они запустили самый романтический протубиранец человечности. Космос для нас всех. Знаешь, что такое протубиранец? Помнишь, я тебе в каком-то из выпусков Сурового Веба... Вот это, к сожалению, даже на yobdesign.ru в поиске не загуглить. Помнишь, что это? Я не помню, что это. Я слышал это слово сто тысяч раз, но не помню, что это. Это вот на солнце, вот такой всполох, когда лава так в виде короны вот так перемахивает. Вот это протубиранец. Вот и мы как бы... И что представляется? Что? Когда на спине у смертокрыла такие языки пламени возникают, и пить надо водить. Там языки не закольцовываются, а просто как щупальца именно. А хотя, когда ты именно к нарыву, от тебя-то протубиранец к ней. Ну ладно, да, да, согласен. Именно это и представляется. Ну да. И, видимо, когда мы ракету-то запустили, она вот так же полетела, а потом Юрий Гагарин вниз-обратно упал. Ну приземлился. Ну естественно. И это и был протубиранец. Так. Это прям круто. И говорит, это в стране, в которой настолько экономическое развитие было слабо, что они едва ли могли накормить людей потребительскими товарами и их удовлетворить. Но именно эта страна, она показала нам форму очертания мечты о вселенной с такой отдачей и элегантностью, которая нам всем только, так скажем, снится. Нихрена себе. Мечты и мечтать. Написано, что следует за ними Илон Маск, а также сотни служащих НАСА русских. НАСА есть русских, китайцев и европейцев. Мне кажется, Илон Маск это жалкий подражатель Королёву Сергею. Как раз с Целковским сравнивают Маска, это какое-то проплаченное сравнение Маском самим. Потому что, Илон, ты как бы будь честен. Ты даже и грязи под ногтей Целковского не стоишь, который всё придумал вообще полностью. 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 Ну-ну-ну, и я здесь вижу дальше некие экспонаты, мне просто интересно. Да, здесь же это НАСА выставку Политехнического музея, которая на ВДНХ проходит. Или уже прошла, я вот не знаю, наши уважаемые подписчики из Москвы. Пробейте там по своим каналам. Сходите. То есть на кассах.ру. Да. И посмотрите, есть вообще там что-нибудь, нету у вас. Да, наверное, там есть всегда музей на него, можно... Не, ну да, может быть, это одна из постоянных экспозиций, хрен его знает. Но тут так просто сказано, будто Политехнический музей вот прямо на время нашего подкаста только её предоставил. Угу. Мы сейчас скажем, и всё. И здесь, да, картинки. Целковский интерпланетарь. И здесь практически боеголовка ядерная нарисована. Да. Но как бы, как мы помним, Целковский, он теоретик, а мы помним, для вновь подключившихся слушателей и зрителей, он был теоретиком. И он практически сидел в тетрадках, просто придумал, что вот ракета должна быть такой формы, и вот по такой-то формуле она должна полететь. Как про туберанец. Helica Rocket Plane. Модель со шкалой 1974 год. И также двигатели ракетные различные. Жидкие, твердотопливные, всякие, короче говоря. Угу. Чтоб дистиллят перегонять. Да. Судя по виду, да, именно для этого. Двойной, тройной. Начало космической эры. Поздние сороковые космос был самым высоким приоритетом для СССР. То есть не в войну победить, а в... Ну, ладно, тут поздние сороковые, простите, за ёрничание. Ну да, да. Там уже война-то была другая. Уже закончилась, уже холодная началась сразу же. Как клоническая. По йоге. Ну, говорит, как, в принципе, до вот этого дойти? Потому что были вот достижения же предыдущие в ракетостроении. И... Были некоторые усилия, чтобы вот всё это запустить как-то и так далее. В том числе и гражданские, и военные. Все работали на благо. Угу. По тому, как приоритетом это было, напомню. И вот в 57-м мы шагнули в новую вообще вот атмосферу. Как мы её перешагнули, простите. Шагнуть-то мы в неё давно шагнули, ещё в самолётах. Перешагнули атмосферу. И слово спутник стало нарицательным во всех языках мира. Я напоминаю, написано красивым языком. Спутник-1, сателлит. Да, и вот он, спутник-1. И у нас на ЧМЗ, чтобы ты понимал, есть улица первого спутника. М-м-м. И именно на ней я жру в Патриоте. Отлично. Я прям по ней каждый раз иду, и мне хорошо. А вот в Калининграде есть улица Гагарина. Гагарина. Ну, слушай, в Челябинске тоже есть улица Гагарина. Но, ты дослушай. И там на улице Гагарина есть забор, на котором космические всякие... Это, лепнина практически, только ковка. Вау. И там есть первый спутник непосредственно. Я когда смотрю на этот первый спутник, мне... Я не знаю, как тебе передать вообще свои эмоции, как передаст. Вот именно на вот этот кружочек с палочкой. Вот именно на эту модель, которая оригинальная, первый спутник, который там чуть ли не 72 часа всего в космосе пробовал и упал. Но оттуда он посылал нам радиосигнал. Пип-пип-пип. Это посылал он нас так. Слушайте вы это. Тут холодно. И голодно. Короче говоря, меня настолько это завораживает, мне сразу вся моя жизнь на что-то ничтожной кажется. Я, собственно, об этом, по-моему, в последнем или в предпоследнем выпуске «Диванной аналитики» рассказывал, который еще в июле записывал. Потому что мы как раз тогда сходили на выставку космическую, которая у нас была в Краеведческом музее. У меня прям шишка привстала в тот момент. Ну так вот. И сразу хочется, знаешь, что вспомнить? Есть такая группа музыкальная «Театр трагедий». Не в этом подкасте будет помянуто. И у них есть трек «Space Age». А там по-русски в нем говорят. Потому что они тоже помнят, что именно русские открыли космическую эру. Ну и там по-русски, опять же, были перечислены по именам. Там Гагарин, Терешкова, туда-сюда. Причем таким компьютерным голосом через вокодер. Прогнанным. Короче, круто. Прямо жутко атмосферное. Я прям вот после того, как мы запишем это с тобой, я включу этот трек сам. Прослушаю. Тебе не буду включать. Вот только сам включу. Но да. Люди на орбите. Следующий этап. Спустя несколько лет мы уже... Прошли все эти вот... Unmanned Flights. Прошли всех людей... Тьфу на хрен. Полеты без людей. И первый человек в истории сказал по-русски Go. То есть поехали. И сказал он... Точнее даже не сказал, а промямлил. Так громко, что эхом отразилось в каждом уголке нашей планеты. Блин, так красиво написано. Я не могу. И вот здесь началось космическое соревнование Запада и Востока. И многие годы СССР был впереди. В первом человеческом полете первый выход из корабля в открытый космос Алексей Леонов. Первая женщина в космосе Валентина Терешкова. Причем, насколько я помню, она, по-моему, в 63-м году или в каком-то... В Гагарине в 61-м, она в 63-м. И в русском лото, когда он достает 63-й, он говорит Валентина Терешкова. Вау. Он еще, конечно, говорит 77 топорики. Ну и один с барабанной палочкой. Вот да. 80 бабка. Сколько лет бабки? Хоп, сразу 14. Молодая бабушка. Ну все, вот эти шутки начинаются и так далее. Первые групповые были полеты. Как бы это ни звучало. У них уникальные космические технологии. Это то, в чем СССР был впереди все это время. Например, Остронот Хедсет Хелмет. Да. Практически танкистовский шлем. Я не знаю, чем его адаптировали для... А я знаю, чем микрофон. Кудово вообще. С кнопкой ключ, квадрат. А, не, не квадрат, клавиат. Клавиатура. Ё-моё. Цветовой контур. Блин, я не могу... Это так круто вообще. Прям, во-первых, фуллаут... Ой, во-вторых, фуллаут. Во-первых, сервера, во-вторых, фуллаут. Восток Дисент Модул Дэшборд. Здесь круто, да. Понял, еще до бутстрапа знали, что такое датчборд русский. И смотри, Air Conditioner and Thermal. Очень похож на Залмановский кулер нынешних времен. Возможно, тоже подглядели. Да. И дальше Pressure Regulation Unit. Полет, спуск. Понял, можно было спустить всего лишь одной кнопкой. Space Human. Космические люди. Чтобы жить в космосе. Люди доверяют свою жизнь очень сложным машинам. И до сих пор советские и русские космонавты с 50-х, они прям до сих пор без перерыва работают. Для того, чтобы все условия для космонавтов были лучше и лучше. Более обогреваемые эти... Костюмы. Как они называются? Скафандры, забыл слово. И здесь, обратив внимание, первый костюм напоминал одновременно и Ситрипио в 68-м. И Хана Соло, который нравится мне в карбоните. Да, я тоже узнал. Видишь, она и то, и то. Причем, если приблизить, то на путечку похожа голова. Возможно, уже тогда знали, с кого делать. Слепок, чтобы как бы это, не прогадать. Салют, спейсшип. Блин, эти первые корабли. Не так круто выглядят, я не могу. Вот хочется такую фигурку себе на стол поставить просто и все. Согласен. Не работать. Без нее работать не хочется. Только вот с такой можно. Вот союз, кстати, вообще круто написано. Вот этот шрифт. Да, да. Не то, что ваша гильветик. Да. Кстати, прогресс. До сих пор же прогрессами называют. То, что запускают с нового этого. Как новый-то называется космодром? Восточный. Вот, а тут же прогресс запустили. Напишите в комментариях, если я сейчас ошибся. Грубо. Я могу допускать грубые ошибки в подкасте. Суровый веб. Life on the orbit. Жизнь на орбите. Внимание, ускоряемся. Союз T-консоль. Уже консоль. Дашборд прошли, уже консоль. Русские космические программы продолжаются, несмотря на конец СССР. У России ведущая роль в построении этой МКС. И она остается единственной страной, которая запускает людей на МКС до сих пор. Ни хрена. Ну, ты помнишь же. Даже Говард Волл из теории большого взрыва говорил, блин, дерьмо, пришлось в Казахстан лететь, чтобы поехать на МКС. Да, да, да. И кроме этого, русские еще и чинят. Прямо вот ключево чинят. Если бы не они, уже бы развалилось давно. Упало куда-нибудь. Прямо на Багдад. Когда ты сказал, знаешь, что мне представляется при слове про тубиранец, я думал, что тебе иранец какой-нибудь просто представляется. И все. Про, про иранец. Такой. Так вот, здесь картиночки, опять же. Холодильник, фуд рефрижерейтор, 88-й год. Аптечка, Space First Aid Kit. Да. Бортовая. Прямо на ней написано еще вот на матричном принтере. Только тут даже не на матричном принтере, а на этом. Насчет пишущей машинки еще выбита бортовая на ней. Прямо круто. Возможно, какие-нибудь чуваки должны сейчас смотреть на это, вдохновляться и в каких-нибудь играх оружие делать какой-нибудь там, в виде аптечки или что-то еще. Там дальше просто жрачка будет. Да, я помню, я помню. На первых запусках Востока была дал, забыл слово дал, как переводится. Влажная, грязная, скучная. Ну, влажная, грязная. А скучная еда в металлических тубах. Ну, тюбиках, короче говоря. Блин, здесь прям щи. Green, щи in tube. Суп прямо в тюбике. Борщ, борщ in tube. Это так круто. Сосиски малютки. Потом консервы, видимо, уже начались. Свежие фрукты, овощи, конфеты. Кстати, кстати, вот. Чтоб ты понимал, тепереча все, вся еда, она обезвожена. Вот дерьмо. Для того, чтобы она не замораживалась. Видимо, там в космосе она замораживается сразу и разрывает там волокна всей еды. Вы только объясните мне, уважаемые подписчики, а воду-то как тогда туда? Не пьют, шоль? И не пищают. Ну, удобно, я согласен, но долго ты так не протянешь. Ну, давай. Горядина таллиннская с картофельным пюре. Tallinn beef with mashed potatoes. Блин, просто какой-то пакет. Russian biscuit. Что тут у нас? У нас здесь, я поворачиваю голову, чтобы прочитать. Печенье русское. Блин, прям вообще круто. Outer planets. На другие планеты. Точнее, внешние планеты. СССР стал первой страной, которая начала посылать успешных... успешные бесчеловеческие... именно бесчеловечные экспедиции на другие планеты. Даже в 60-е. Дюжины, дюжины. Вот, кстати, видимо, не мы писали. Dozens. Уже, видимо, все-таки... Дюжины средств, движущихся от лунохода до веки... Луноходы. Разные в дизайне и вообще всяких характеристиках выполняли свои задания. На Луну, на Венеру, на Марс отправлялись. На газовых гигантах даже. Даже до края Солнечной системы что-то долетело. До сих пор мы приоткрываем границы наших знаний. И здесь вот Луна-1 сателлайт, спутник. 59-й год. Ну, слушай, она похожа, собственно, на спутник-1. Да, похожа на спутник-1. Вдохновлялись, очевидно. В тот момент школа-то одна была. Конструированная. Ну, здесь, конечно... Вот Марс-3 тебе что напоминает? Посмотри, 72-й год. Марс-3, она напоминает мне какого-то китайца. Да, китайца в шапочке со щитом. Мне именно так же, да. Согласен. Работаем дальше. Не, мне нравится Луноход-1, Лунар Роувинг. Он такой, вот его реально можно на стол поставить. СССР. Он, возможно, даже как радиоуправляемый будет. И двигаться, как уволается его марсоход, который этот. Ну, опять я про теорию большого взрыва. Извините. Для тех, кто вновь подключился, теория большого взрыва это популярный американский ситком. Сейчас выходит 10-й сезон. На чем? На CBS? На CBS, да. Все верно. Здесь дальше для наших зрителей и слушателей есть еще лента времени, которую можно скейлить плюсиком-минусиком туда-сюда. Вау. И смотреть, что там еще есть вообще. Блин. А мы переходим к темам нашей... Стоп. Things.co. Я хотел в прямом эфире попробовать нажать на ссылку, не на ссылку donate, которая у них здесь есть, а на ссылку sign up for beta. А, ну здесь просто можно invite получить. Я оставлю email work-sobaka-europe-design.ru, на которую вы нам, кстати, можете писать, если вдруг какие-то вопросы вас интересуют. А мне интересно, здесь, видимо, все вообще про космос. Или что? Rings.co. Я на главный перехожу. Meganome Forms. Ё-моё, там какие-то... Moscow Architectural Practice. Meganome. Тут что-то прям это. С выставок, опять же. Да, тут что-то вообще олдскульное. Евгейская автомобиль. RAV 2910. Там сникерс 4. Рига автобус фабрика. Короче, прикольный какой-то сайт, посмотрите. Угу. А мы идем дальше. У нас, собственно, тема слушателей. Да, у нас тема слушателей. Значит, наша следующая тема первая. Угу. Она серьезная достаточно. Хотя мы, в принципе, должны были переключиться на веселые темы после вот этой темы. Достаточно серьезный про космос. Но продолжение серьезной темы только уже нам пишут. Нам пишут на ВКонтакте. А, да. Нам пишет Глеб. Я бойку поставлю, пока мы будем это обсуждать все ВКонтакте. Не буду же я нам ВКонтакте открывать. Да. И Глеб нам пишет, что здравствуйте. И смотрит нас уже 3 года. Раньше подкасты смотрел, но в какой-то момент стал слушать. Ему удобнее стало. Лайки и сердечки ставил. Друзьям рассказывал. Но, говорит, с какого-то момента подкасты слабее стали. Много самокопирования, воды. Но я был с вами, не собирался уходить. Даже акцент на зрителей, ярко выраженный в последнее время, меня не смутил. Это все к чему? Загрузил в дорогу последние пару выпусков подкастов. Запустил по порядку. И 8 минут слушал, что плохой. Что мало тем предлагается. Что мало просмотров. На ютубе в формате. Мы делаем, значит, а вы должны. Это очень грубо. Так вы относитесь к пользователю? Все сделал, что можно. И хостинг пробовал. Рекомендовал правильным ребятам. Веб ребятам. А вместо дороги с друзьями в ушах получил критику и осуждение. Я просто хочу сразу ответить. Я тоже сейчас от него получил критику и осуждение. Это да. Я поверю. Глеб, ты слушай. Ты нам той же монеты, что ли, решил ответить? Ну, а мой ответ какой будет? Во-первых, про... Свои пять копеек решил ставить? Да. Так мы тебе сдачу сейчас дадим. Еще три. Ну ладно, кроме шуток. Про то, что, короче, то, что я имел в виду, что мало просмотров и т.д. и т.п. Я же не надо на себя все воспринимать. То есть, понимаешь, можно так хоть что на себя воспринять. Мы тут много шутим, много бреда говорим, много серьезных вещей говорим. Если все на себя воспринимать, можно как бы составиться к 20 годам. Я просто... 20 же, Глеба, да? Или 21? Я не знаю, я не вникал. Но, тем не менее... Детворимся, что мы не вникали. Я просто хочу сказать, что эта информация была сказана для тех людей, которые зачастую халатно относятся к нашему творчеству. Конечно, и для тех, кто не все попробовал, как ты там сказал, а которые потребительски относятся. Да, наоборот, таких людей, которые ставят лайки, жмут и любят, мы, наоборот, их очень приветствуем, с теплом, с душой, чаем наливаем. Т.д. и т.п. Поэтому здесь не надо вот конкретно на себя как-то воспринимать, думать, что кто-то плохой или мы кого-то оскорбляем, может быть, в прямом смысле. Так, давай теперь к самокопированию и воде. Мы-то будем это сейчас на свой счет воспринимать? Или это он тоже так? А вот он-то как раз придется на свой счет воспринять, да, про самокопирование и воду, Сань. Что будем делать с этим? Ну, продолжаем лить, да, 80%. Согласен, и самокопироваться. Миозом и метозом по полной. И половое размножение у нас здесь деление, и соматическое. Я все варианты приемлю в нашем эфире, поэтому дальше идем. Следующая тема у меня называется «Хавают». Это, на самом деле, не имеет никакого отношения к самой теме. Просто ты в тот момент что-то говоришь, что хавают, и я записал просто. Да, Серега из ПБ пишет. Предлагаю, видимо, из Санкт-Петербурга, наверняка. Ух ты, ты сегодня чудеса дедукции проявляешь. Да, предлагаю тему ценообразования на услуги веб-дизайна. Ответы на вопросы, сколько стоит, какую цену называть заказчику, если не знаешь точную стоимость услуги. Очень интересно было бы послушать рассуждение на эту тему. И, видимо, Серега из Санкт-Петербурга, он думает, а что типа это? Ну, сколько брать-то заказчик, реально? Вот как оценивать свои силы? Ему Дмитрий пишет, говорит, вот у нас, говорит, в Орле девяточку берешь и все, и не больше. А вот день в Питере, видимо, он тоже догадывается, что Серега из ПБ из Питера. Согласен. За эти деньги тебе разрешат веб-студе в туалет сходить за 9к. Вот, вот, знает расценки-то, был, видимо, посещал. Дальше Дмитрий Припа отвечает, что, в принципе, можно оценивать работу, например, исходя из время затрат. То есть он, как бы, сила затраты ничего, а время затраты, вот. Можно спрогнозировать примерно, сколько тратишь в час, сколько. Вот, вы тратите, как, час времени. Вы малоопытный молодой специалист. Советую начать оценку с 4 баксов за час. 4 баксов это сколько? 4 на 6. 24? Здесь 40? Ну, рублей в час. Вот, как по мере роста, знаний, значит, скилухи. Повышайте цену. Главное, корону не надевать. Вот я тоже хотел поправить Дмитрия Припуху, но вот, да. И всегда самому... Представь, что он Припугнет нас потом, если мы его будем так это поправлять. И всегда самому подходить к самооценке профессиональных навыков. В общем, что здесь можно сказать? Нам же надо своё мнение, или мы просто прочитаем? Нет, разумеется, от нас ждут своего мнения. Потому что очень интересно было бы послушать рассуждения на эту тему. Я, короче, скажу плохой. Я буду... Вредные советы Григория Остера, а ты там свою скажешь потом. Так. Вот прям ставь сколько, знаешь, сколько можно взять. О, просто... Ты мой совет украл. Да. У нас сегодня не будет полезных-то на этот вопрос. Потому что ты смотришь, значит, перед тобой... Перед тобой твоя знакомая стоит. И она говорит, а давай ты мне бесплатно... И ты ей бесплатно делаешь. А перед тобой... Ты с неё можешь что-то взять. Да, перед тобой стоит... Видно, ну, какой-нибудь владелец заводов, газет, пароходов. И ты что, будешь с него тоже бесплатно мне? Нет. Ты на него смотришь и как бы делаешь ему за нормальные деньги. И, возможно, даже за более нормальные, чем сделал ты другому. Чем 4 доллара в час. Конечно. Поэтому здесь надо смотреть на человека. Даже если он оделся как бомж и пришел к тебе как в налоговую. Типа, да у меня ничего нет. Поговори с ним. Пообщайся. С клиентом нужно разговаривать. Но надо понимать его. И не сразу, знаешь, бросаться тем, что... Чай я тебе назову цену. В первый же день, в первую же секунду. Сколько у тебя сайт стоит? Не, надо с ним сесть тихонечко. Все обговорить, расписать. Сказать, что ты подумаешь. Напишешь вечером цену. Выкатишь весь прайс. И тогда в спокойной обстановочке за кружечкой чая ты все поймешь. Или за кружечкой смузи. Да. Вот такой у меня ответ. Я так понимаю, ты согласен, походу, по матеше. Я, во-первых, согласен. А во-вторых, я бы еще сказал, что... Честность, она нужна. Приловли блох, видимо. Но не в этих делах. Честность, она нужна. Не, на самом деле, это же честно. Сколько он тебе заплатит, столько и заплатит. Это честно, абсолютно. Нет, да. Честно то, на что договорились. Мы договорились, я сделал. Все, вся честность на этом закончилась. Ты готов мне был за это столько заплатить? А я готов был с тебя столько за это взять. Все, конец. Согласен. Ну, вот такая вот тема, идем дальше. Нам, собственно, Игоряченька, походу. А нет. Нет, нет, нет. В подтверждении прошлой недели. Да. Дмитрий нам пишет. Возможно, это все тот Дмитрий, который в пятницу с нами, как с друзьями сидит. Да, и он... Мы, кстати, прям вот поддерживаем. Да, и он, между прочим, почувствовал на себе, что с 7 декабря Google переводит все аккаунты G Suite, прежнее название Google Apps, в России в статус коммерческий. И он говорит, в Google Apps успел зарегистрироваться в 2011 году, когда были доступны бесплатные аккаунты Google Apps, и пользуюсь до сих пор. Теперь непонятно, что делать, особенно с учетом того, что к аккаунту привязан домен. Инструкция по переносу к другому регистратору не очень понятна. Новость важна, потому что становится очевидно, что Google закручивает гайки. Боюсь, так и ReCapture запретят использовать бесплатно. Ну, а вы понимаете, что если уж ReCapture беспонтовую запретят, которой нихрена вообще не это самое. Я вот пытаюсь понять, а Google-то не потеряет ли на этом денег? Ну, видимо, в России это не рынок. Ну, вот слушай, я вот думаю, что ютюбовский рынок, он любой страны рынок. Чем больше людей, тем больше и рынок. Поэтому, мне кажется, они что-то придумают. Наверняка придумают. Но, видишь, есть проблема у Дмитрия. Я думаю, пусть он как только решит, нам все напишет. Нам прям интересна вот эта тема. Будем прям как мыльный этот, оперу мыльную смотреть Дмитрия. Да, про G Suite. Идем дальше. G Suite Дмитрий. G Suite, да, Charlie. Игорь Реченько прокомментировал. Была как-то тема про формы в виде диалогов. Я помню, да. И он там библиотечку, говорит, вот, использует. Ну, мы это не об этом. Мы все о том, что, короче, некая кориша предлагала, короче, каждую тему отдельно нам делать. Как и все нам предлагают. Заметь, Игорь Реченько сомневается, что кориша женского пола, потому что предложил в скобках А. Да. И у Игорь Реченьки нравится, в принципе, тема эта с разделением. Говорит, это было бы даже круче, чем разбить подкаст по два по часу. На два по часу. Возможно, кому-то из зрителей такая затея не понравится. Поэтому лучше всего замутить голосовалку на сайте по этой теме. Голосовалку от слов голый и совалка. В скобочках юмор, уровень и веб-дизайн. Я оценил. Это круто. Я первый раз читал, ржал. И вы можете писать их, как сейчас, в один присест. Просто выкладывать отдельно в течение недели. Как мы, например, сделали с роликами по WordPress, которые вообще не смотрят. Которые, да, мы не будем сейчас жаловаться, что не смотрят. А то Глеб и их перестанет смотреть. Но их не смотрят. Их не смотрят. Почему, интересно? Потому что они, наверное, видят, что там вторая часть. Я буду смотреть только первую. Нет, они как мой батя. А что я сериал буду смотреть? Я подожду, пока все серии выйдут. И потом залпом. Опа! И накину. И не посмотрю уже. Ну и такое тоже бывало, да. Формат 2,5 часа слишком тяжелый для Игоряченьки. И, возможно, для Кориши, который предложил А. Не могу включать видео такой продолжительности, когда, например, сел пожрать за компом. В этом смысле видео по 20 минут были бы вообще идеальными. И пожрал, и новости узнал. Как бы... Два стула. Два стула. Один с едой, другой с новостями. Я понял. Зы. Подкаст смотрю с тех пор, когда я веб-дизайн еще был друг в мире веб-дизайна и разработки. Примерно второй десяток подкастов. Но и первый немного позже тоже просмотрел. Здесь всю ветку рекомендуется прочитать, потому что там срачи чуть-чуть. Ну там, говорит, он нужно больше золота, то есть ворпресса. Потом мумуль... Который не смотрят. Да. Потом Илья говорит, как видно, сколько людей, столько и мнений. Я вот не смог бы смотреть на 20-минутную отрыжку. Тем более при скорости воспроизведения 2Х. И, говорит, юмор неплох. Возможно, для всех типов людей, но все же. Разделение не вариант. Так нет, я думаю, Игореченька-то он как бы не то, чтобы нас троллинуть. Ты видишь, Илья за нас заступается. Мне кажется, мы здесь даже и не нуждаемся в заступании. Ну, в общем, да. Он нам предлагает не равняться ни на кого. Им в названии, говорит, обязательно отказывать от профи, эксклюзив, лучшая IT. То есть, понимаешь, нам предлагают... Точнее, не предлагают, а Илья говорит, ну давайте тогда просто будем кликбайтить, как обычные люди делают некоторые. Выпускать видосы и всякий бред писать, что от профи, эксклюзив, лучшая IT. Вот. Ну, в общем, с ним, да, согласен Игореченька, собственно. На кого-то не надо равняться, на кого-то надо. Мы с тобой что делаем с этим совсем? Принимаем к сведению. Передаем тем людям, которые у нас там талоны обрабатывают в статистике. И как бы да. Смотрим, найдут отклик в сердцах миллионов такие заявления или нет. На самом деле, хотели еще в прошлый раз, я лично хотел, записывать, ой, нарезать хайлайты. Типа топовые моменты, но как-то вот не случилось в прошлый раз. Я знаю, ты до хрена хочешь всякого делать. Согласен. Ну, это лечится, когда до хрена хочешь, но не можешь, поэтому... Следующая очень интересная тема, приготовьтесь. Вот, реально, приготовьтесь. Алик пишет. Угу. Привет. Сейчас популярная тема в конце подкастов говорить о пиках. В скобочках пикс. Вот. То есть, что-нибудь, о чем вы узнали за неделю, но не относится напрямую к подкасту. Прочитали книжку, статью, посмотрели крутой фильм, сериал, купили новый клевый гаджет от Xiaomi. Воспользовались новым сервисом, завели новое хобби. Уровень ювапдизайновского юмора, я склонен согласиться. Да, сейчас будет, кстати, я сейчас дам. Может, вы тоже начнете говорить коротко 1-2 пика в конце выпуска? Думаю, было бы интересно. Спасибо. Так вот, перейдя, опять же, к юмору и ювапдизайн, принято говорить о пиках пикс. И принято говорить о диках дикс. Так, потому что один стул у нас с пиками, а другой с пиками. Лианна, кстати, прокомментировала, что она поддерживает. Умница. Суть-то какая? Суть-то в том, что я еще где-то что-то хотел прокомментировать. Я не знаю, может быть, ты хотел сказать свои пикс? Не, пикс я сейчас скажу, подожди. Я где-то еще хотел что-то поржать. Ну, клевый гаджет от Xiaomi, я-то об этом сказал, что уровень ювапдизайн. А, к Xiaomi, я вот недавно смотрел в Delsacoma, про Xiaomi Mi Mix, который он рассказывал, и он специально троллит, как мы с тобой, только он пошел дальше по Филу Шиллеру, и он, короче, говорит слово к Xiaomi, ну, именно фирму называет, компанию, короче, раз 100, наверное, да? И он каждый раз говорит по-разному, Xiaomi, Xiaomi, вот так, там уже говно идет, короче, реально. Так, то есть, как бы, вот, да, это я все сказал, да, я все сказал, ну, давай о пиках, че, и о диках, а как нам не забывать про это говорить? Ну, как, ну, просто будем писать себе в слайке, что надо еще сказать пикс? Ну, давай. И, как у Ника Бабича, если будет реворд, то у нас сформируется привычка, а реворд, это ваши комментарии, типа, вау, я тоже это посмотрел, или вау, я тоже читал такую книжку. Ну, давай, ну, давай ты начнешь, я сейчас просто базарил, базарил. Че, нет, да? Ну, мне надо подумать. Ну, ладно, давай я спущу. А я вспомнил. Пикс. Есть такое иногда ПО у производителей материнских плат, RAM-диск называется. Так. Размечается часть оперативки под супербыстрый диск, прям монтируется как локальный диск. Угу. Я вот, например, на работе себе смонтировал диск Z, 2 гига на него выделил, и у некоторых производителей утилита RAM-диск еще умеет кэшировать. Она прям определяет, что мне, пожалуйста, все мои временные файлы интернет-эксплорера и временные файлы винды кэширую-ка в оперативку. А у них скорость, чтобы вы понимали, вот таких RAM-дисков, вот у меня дома, 6000 мегабайт в секунду. Угу. То есть 6 гигабайт в секунду. Ну, как бы оперативочная такая скорость, нормастная вообще. И, получается, эти файлы, они закэшированы, и у меня браузеры супербыстро из-за этого стали работать. И я, на самом деле, всегда очень скептически относился ко всем утилитам, которые с материнскими платами поставляются. Но вот это прямо огонь. Причем ASRock наряду с ASUS тоже это делают. Вот два производителя, я точно знаю, это делают. Есть также платные решения. Ну, просто как бы не привязанные к железу. Просто есть компания, типа Acronis, я не знаю, какие, не смотрел. Которые делают там RAM-кэш, чтобы ты вот мог так разделять часть оперативки, монтировать как диск. И ты можешь их использовать просто как хранилище. Ну, там, я не знаю, из премьерки туда экспортировать какой-нибудь проект, чтобы побыстрее это было и так далее. Это прямо круто. И второй пик, это... Мы по два будем говорить? Так, как тебе сказать. Я просто... У меня это 1-2. Может быть мы по очереди. Пока ты будешь говорить свой, я придумаю еще один. Ну, давай. Ну, ты говори. Да, так вот, есть еще утилита USB-ча... Этот, USB-турбо-бустер какой-то. И вот она, типа, делает, чтобы 3.0 девайсы лучше работали. Вау. Я замерил, ни на 1 мегабит в секунду лучше мой жесткий диск внешний не работает. То есть говно. Не понимаю, я в чем... Не было необходимости же перед этим у меня смотреть, такие утилиты. А там прям подпись. Иногда нужна аппаратная поддержка. Кого? Чего? Хрен пойми. То ли мне надо бокс другой для жесткого диска... Жесткого... Для диска жесткого купить. То ли кабель другой. То ли хрен его знает. Если вдруг вы знаете, напишите в комментариях. Отлично. Я думаю, Алик сейчас охренел. Он хотел расслабиться, когда мы будем брать пиксы говорить. А он... У нас диксы были сейчас полные вообще. Согласен, да. Я как-то на сухую сыну. Я легенькое расскажу. Так. Крутой фильм-сериал. Короче, я что делал? Я, во-первых, сейчас золотой ранг надо выбить в игру. Это уже, как бы сказать... Подожди, я сейчас запомню сам. Запомню. В рейтинговых боях. Ну да, в рейтинговых боях в сезоне, новый, третий сезон начался в Overwatch. Начался. Да. И... Суть в том, что, короче, до золотого мне надо набрать... Примерно где-то соточку набрать. То есть у меня 1900 с чем-то. Надо набрать соточку, у меня будет 2000 типа вот этого рейтинга. Я буду с золотой штучкой ходить. Как вы понимаете. Так, так. Это будет круто. Уже круто, да. Вот. Это первый пикс. Реворд ты получишь. Реворд, да. Напишите, кто уже платину заработает. Надо 2500 набрать минимум. Ну так это не так много звучит. Да. Ты же с нуля все равно начинал. Да, да. И, короче... Нет, ты не с нуля начинаешь. Там 10 квалификационных матчей, опять же, отыгрываешь. И тебе сколько-то накидывают. Ага, и ты сколько получил? Я из 10, короче, из 10, я отыграл 4 и победил. Одну в ничью сыграл. Ну и, соответственно, получается 5 проиграл, плюс сюда. Вот. И, короче, получил рейтинга 1800 мне сразу навалили. И я вот одну соточку поднял еле-еле. Там 1 выигрываешь, 2 проигрываешь. Понятно. То есть там еще и убавляться можно. Там хорошо, да. Вот. Это, значит, первый пикс. А второй пикс... Это я не помню еще. Сауспарк я посмотрел полностью. Готэм я посмотрел до конца. Вышли все 10, сколько серий вышло. А, в смысле, не полностью, а, ну, up to date. А, актуальный, понял. Да, Готэм я посмотрел теорию большого взрыва. Я еще не посмотрел до конца последнюю серию. И все. Я посмотрел последнюю серию. А стоп, она на русском еще не вышла. Вот сейчас уже вышла, по-моему. А, уже вышла. Это я тоже еще не посмотрел. Я как бы теорию на английском теперь не смотрю. Потом посмотрю. А Сауспарк-то смотрю на английском. Но я только серии 6 посмотрел еще. И элементарии я актуально все посмотрел. И вообще там свежак прям. Прям, да, то, что вот я позавчера или вчера смотрел. Последнюю. Отлично. Ладно, идем дальше. Потом в следующий раз, может, какие-нибудь другие пиксы будут. Хотя вряд ли. Да, ну, новую серию, короче, посмотрел. Ну, новую еще 50 апнул, как бы. Привет, товарища. Называется, по-моему. Вроде да. И Алекс Фес, собственно, напишет. Благодарит за подкаст. Говорит, круть. Питерские пробки скрашиваем. Хочет предложить на обсуждение тему временных тематических украшений сайтов. Например, новогодняя тема на декабрь, первую декаду декабря. Января, простите. Делали ли такое в своих проектах? Наразли ли подобные украшения на сайтах? То есть снежочек, как вы понимаете. Снежок, да, да. По поводу формата подкаста лично голосуют в сохранении текущего формата. Имход 2 часовых подкаста на неделю. Во-первых, в 2 раза тяжелее делать. Во-вторых, между этими выпусками будет теряться контекст, будет путаница. В общем, да, он, опять же, за старый формат, что, мне может не радовать. Согласен. Давай, что мы про украшения? Мы стопудово делали? Да, конечно, делали. Прям делали. Прям даже раньше, когда на WordPress комы у меня был блог, там надо было гавочку такую одну в админке поставить. Там по умолчанию джитпак, он подсовывает нам снежинки, говорит, блин, блин, блин. Сейчас же это, зима. Сейчас же кулера будем крутить у тебя. Да, да, сейчас же, ну, оперативку ты разметил себе под рам-диск, а мы ее у тебя сейчас отнимем назад, потому что хром и кулера. Не, а теперь другой вопрос, как мы относимся к этому дерьму. Ну, как бы, давай так, не, давай так. Если это украшательство не вот такое казенное, джиэску подкрутили, да? А реально взяли, перерисовали логи. Да, 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 к этому я отношусь тоже. Клопачка. Хедер имидж сделали со снежочком, с шапочкой Санта-Клауса. Это круто. Это круто. А все остальное это говно. Да. Дальше идем. Результат тот же, нет комментариев. Нет необходимости. Алекс Зет прокомментировал. Который нам как раз что-то предложил там из новостей. Ребята, у вас какой-то фильтр-блокировщик? Фильтр называется Акисмет. Спам комментарий там, говно. Видимо, он предлагал что-то серьезное. Пытался предложить тему для подкаста несколько дней по ссылке, сообщение успешно ушло. Посмотри с лайки сейчас, что он там предлагал. А ты думаешь, что у тебя было записано? Да, там Алекс... Да, он предлагал про то, как Амазон водит на траках. Ну вот, вот. Вот поэтому, видимо, когда Амазон фигурирует уже, сразу Акисмет думает, что это спам. Да, или, возможно, когда Весеру фигурирует. Тоже, да, согласен. Ёптоскрипт, пацаны. Вот прям реально. Первый в мире скрипт. Денис. Не, ну, Алекс Зет. Мы планируем сделать регистрацию на ювдизайн.рушу. Вы каждый раз не варьировали свои ники. А зарегистрировались один раз просто под собой уже писали и все. Вот для зареганных... Просто спам нам хреначили. Для зареганных, видимо, уже не будет спам-фильтра. Там как-то это нормально настраивается. Поэтому не повторится. Поэтому можете нам спокойно New Balance рекламировать, Viagra. Да. Денис прокомментировал. Или Денис. Первый в мире скриптовый язык программирования для гопников реальных пацанов. Ёпто.спейс. И ёпто.спейс. Первый в мире скриптовый язык программирования для гопников реальных пацанов. Я прочитал заново. То, что он, видимо, скопировал из-за дескрипшена. И здесь, чтобы вы понимали... Чтобы вы понимали. Я не буду зачитывать их остроумные. Тут просто гениальные шутки на ёпто.спейс. Сами посмотрите. Там, короче, хренатень такая. Можно на гитхаб перейти. Либо... Не побоюсь этого слова. Которая что делает? Либо же, да? Левру. Ну, как скажешь. Ну, вообще, библиотека, да. Она переводит из ёпто скрипта в джаваскрипт. Вот прям вот. Я не знаю вообще зачем. Но да. Вы можете, если вам привычнее всё-таки говорить на ёпто скрипте. Ну, или писать программы. Например, ку-ку ёпто ло. Скобочки. Открывается фигурная скобочка. Вилкой в глаз. Гоп. Эквалио. Не трулио. Ксиво-маляво. Ксиво-маляво. Я и правда язык нах. Вилкой в глаз это if. А или в жопу раз это else. Понимаешь? Здесь как бы смысловое. Это прикольно. Да, или в жопу раз, да. А что-то я это. Глаза-то у тебя на месте. Хочется сразу. Да. Ну, в общем, здесь забавно. И здесь вот он переведёт, типа, в тот самый джаваскрипт, который нормальный. Конвертер, собственно, есть. Есть. И здесь в конце вот можно скачать и оптоскрипт и попробовать. Для тех, кто любознательный. Да, есть даже математические операции. Матх это гопец. Кос это гопосинус. Флор это бабки гони округлить. Пов это, в извести степень, гоппень. Отлично. Я не знаю, зачем мы вообще это обсудили, но... Но, тем не менее. Потому что Деннис нам прорекоментировал. Возможно, да. И последнее письмо у нас в Телеграме. Ну, оно как бы на work.sobakovivdesign.ru нам пришло. Утренней почтой. Но я тебе его скинул в Телеграм. Это, в общем, да, последнее завершающее. Пишет нам чувак, который... На самом деле, это не такая серьёзная статья, не такая серьёзная письмо, как в том плане, что не такое грустное. Не предъява это нам? Это, короче, не предъява, да. Это малява. Отлично. Прочёл ту самую статью... Тогда Трулио, гоп. Трулио, это... Чё за чувак-то вообще нам написал? Хоть как зовут-то? Как по им... Как ключу-то? Владимир, 27 лет, простите. Москва. Угу. Ну, зачем мы его почтой будем озвучивать? Не будем, не будем. Вдруг ему гневно начнут писать. Ты слышишь, ты, ты ещё им раз напишешь, я тебя найду. Ёбать. Владимир, 27 лет. Он, в общем, послушал, прочитал ту самую новость про JavaScript, которую мы с тобой по ролям читали. Там, где, типа, ну... Как мы учим JavaScript в 2016-м, как-то так. Там, да-да-да-да-да-да. И он говорит, что, в принципе, он веб-разработкой влёкся давно. И у него сейчас вот с CSS-ом такая же проблема, как с JavaScript-ом. Я, говорит, давно, когда ещё в 2006-м году-то всё делал, верстал в таблицах, всё такое. И мне нравится его вооружение. Когда большая часть интернета версталась на таблицах, и дивы только начали полноценно входить в нашу жизнь, у него тогда уже дивы начали входить. Не те дивы, которые див-элемент, а просто бабы. А-а-а, дивы, я только сижу и думаю. И как бы имел пару сайтов в своей тусовке, чисто по фану. Форумы ещё. Ну, вы помните. Стер слезу на столе. Помним, помним. И Гейт поступил в универ и на веб забил. Хотя странно, он мог бы, в принципе, поступить в универ и наоборот, входить, а он нет. Забил, короче. И пришло время. Появился CSS3, HTML5. Вернулся я. Return of the King. Начал что-то делать. Джумлы, WordPress и т.д. Понимаешь, что мир изменился, говорит. Всё. Появились всякие джейды, сасы, галпы. Ижи с ними. Пуги. Не побоюсь этого слова. Пуги, да. И Гейт потыкал, почитал в дивы. И, значит, вот понял, что динозавр. Значит, и он, говорит, смело делаю небольшие сайтики на том же WordPress, а типа на Vio не использую. Чё, он бедлокодер или нет? Возможно. Но зачем городить, если основы давно написаны? Остаётся написать чистый CSS на тысячу строк. Под конкретный проект и дело в шляпе. В общем... Ну, в общем, вот такая тема. Ну, я вот классический свой ответ на такой отвечу, что вот ты, значит, не перешёл ещё в те промышленные масштабы, когда тебе просто банально надо ускорить. Даже не выпендриваться перед пацанами в курилке, что ты там пуг. Что ты, ёпта, скрит используешь. Да. А просто вот банально ускорить и сделать так, чтобы тебе удобно было. Чтоб ты мог не повторяться каждый раз эти тысячи строк кода писать, а чтобы ты мог пару кнопок нажать, и у тебя уже там пересобралось всё. Только не фиолетовое, а зелёное. Я согласен с тобой в плане того, что с CSS это точно работает, если ты, ну, SAS используешь, то это стопудовое ускорение. Это даже не то, что какой-то выпендрёшь. Ну, если говорить о файловых менеджерах, типа там Bauer, Composer и NPM, то это тоже ускоряет. Оно как бы вроде тоже попадает под раздел там типа фэнси штучки, но по факту не является такими уж фэнси. Это просто круто. Я тебе больше скажу, я даже когда WordPress мы делали с тобой, я также SAS подрубал, короче, ну, SCSS, но суть в том, что всё равно удобнее, блин. Ну, конечно, попробовав раз, ем и сейчас. Да, и в билках глаз. В общем, вот такая тема, идём к обойке. Давай. Я уже на ней, поскольку у меня же письма не было открыто. Я как бы... Чё только не открыто. Обойка, да. Обойка-то хорошая. Обойка позитивная такая сегодня. Сверху. Спортивная. Да, вид сверху на несколько спортивных площадок, спортивных кортов. Один для баскетбола, видимо, один для футбола, видимо. Один для детского какого-то футбола. Да, что-то такое с кругами. Американского, возможно. Возможно, мы не знаем. Не-не-не, американский справа снизу. Вот посмотри, какие там ворота. Да, вижу, вижу, да. Да, а баскетбол, ну, это чисто американский поляк. Баскетбол, это нормально уже, я вижу там наш подкаст. Я вижу наш подкаст как минимум вот в этом вот поле для баскетбольном, да. И там, где вот та самая зона, откуда трехочковый сбрасывают. Да, да. Вот прям на краю, прям на краю, откуда трехочковый кидают. Там, где протерто. Да, вот реально, там, где протерли, вот черные парни, такие потные, которые в майках бегали там, стучали мячом, вот там наш подкаст прям. Я согласен. Наши зрители, вы посмотрите, мне кажется, другого места для нашего подкаста на этой картинке в принципе нет и быть не может. Это знаешь почему? Это потому, что наш подкаст, он трехочковый забивает. Да, из этого места вылетают трехочковые, я бы даже сказал. Прям в бочко. Прям в разные места, да. Вот. Не только черные, но и белые иногда вылетают оттуда. А давай задумаемся еще немножко пошире, да. Вот, короче, все эти площадки, это наш подкаст, да. А там вот, видишь, за лесом слева. Одни ворота стоят. А, слева ты вижу машины. Там машины, это туда паркуются, там, Дмитрий. Который в пятницу к нам приехал? Да, он к нам приехал просто поиграть. А Глеб не приехал? Не знаю. Он все еще, а что вы меня оскорбляете? Да, он мимо проходит, видит, там веселятся, играют. Не скажешь, это не для меня. Там справа еще кто-то играет в одинокие такие ворота, которые просто на поле стоят. Я не знаю, кто это. Это, это Вианна, возможно. Ух ты. Потому что у нас тут что? У нас Трамп пришел, и поэтому Вианна, она отдельная. Да, да, тоже может такое быть. Ну, в общем, надо сворачиваться, надо. Напомнить вам, что на нас можно подписываться. В ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Что на Ютубе можно ставить пальцы вверх, писать комментарии. В iTunes можно ставить звездочки, писать отзывы. А на uopdesign.ru slash donate можно оставлять нам свои благодарности. На Яндекс.Деньгах, Пейпале и Киви-кошельки. С вами были Никита Тарасов. И Александр Гончар. Увидимся через неделю, всем пока. Пока.